1 июля, день Леонтия, назван в честь святого мученика Леонтия. Он был родом из Греции, высокого роста, сильный и мужественный. Отличался храбростью в сражениях, в которых одержал много побед. Среди воинов пользовался известностью и уважением. За отказ принести жертву ложным богам был взят на мучение. Было приказано его сильно бить четырем слугам. Они били его до тех пор, пока не устали. Но Леонтий был тверд в своей вере. Тогда было приказано забить его насмерть. Июль месяц. Июль месяц называют макушкой лета. Это самое жаркое время года. Полезны купания в открытых водоемах. Старайтесь как можно больше отдыхать на свежем воздухе. При этом принимайте солнечные и воздушные ванны с умом. С 11 часов утра и до 17-18 часов лучше пребывать в тени. Больше ешьте овощей и ягод. Это время наиболее полезно для лечения ягодами. Земляника, черника и другие. Не пропустите. Все ешьте. Собирайте целебные травы, которые к этому времени набирают наибольшую целебную силу. В народе этот день был известен как Ярилен. Было принято собирать душистые травы и пить из них чай. Наши предки с помощью травяных чаев лечились от самых различных недугов. Сегодня проводятся обряды, связанные с поклонением Ярилы, Богу Солнца, жизнедателю. Также считалось, что сегодня возможны самые невероятные и сверхъестественные явления. Например, солнце замедляло свой ход и открывался потусторонний мир. Для того, чтобы увидеть это, надо заплести крепкие березовые ветки косу и посмотреть через них с крутого берега над рекой. Говорят, что можно увидеть близких, которые пропали без вести. По вечерам народ собирался возле костров, водили хороводы, устраивали игрища, кулачные бои, пляски. Приметы. Если в июле можно повесить ведро на молодые рога месяца, быть в суше. Если ведро падает, не держится на рогах, дождю. Зеленовата окраска луны к сильной жаре. На ближайшем стриме мы с вами такой вопрос обсуждали. Вернее, мы его слегка коснулись. Вот дети, ну буквально-таки грудные дети, уже болеют какими-то серьезными заболеваниями. В некоторых случаях даже смертельными. Вопрос. Почему это происходит? Это какой-то грех. Они успели заработать. Когда тогда не успели заработать. Тогда вопрос, да? Человек только что родился, и вот на тебе уже. И уже он болен. Причем болен смертельно. Или там через год, два, три, пять. Как это так? Почему это происходит? За грехи родителей, за свои грехи. Тут такие как бы споры. И тем более прозвучал такой как бы вопрос. А что вот ребенку сказать, что ты болеешь за грехи. Я от этого ответа не ухожу. У меня свое мнение, у каждого свое мнение. Но существует вот такая интересная фраза. Без божьего изволения и волос заловый человека не упадет. Если же имеется какая-то серьезная болезнь. Вообще вот она имеется. Не обязательно у детей. Значит, что-то должно быть такое серьезное. Что послужило этому причиной. Остается подумать, что это за причина. И устранить ее. Если мы ее устраним, значит и болезнь рассыпется. Если не устраним, то увы. Вот такой вот. Подумайте сами над этим. Без воли Господа. Ни один волос не упадет с головы человека. А если случилось какое-то заболевание. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Доброго здоровья. А что это у вас? Вот это вот. Это камера такая, я снимаю. И если случилась вот такая вот серьезная штука, как болезнь. Тем более смертельная. Значит, имеются какие-то веские причины, чтобы это возникло. Мы их не видим и думаем, что вот откуда они взялись. Ну вот подумать, откуда они взялись. И кстати, вот говорить, что существуют жизни. Это не я говорю. Это давным-давно уже было рассказано. Если так человек более-менее покопается в том же интернете, он найдет кучу рассказов, кучу книг о том, жизнь после жизни, жизнь после смерти, там разные вариации. И если сам человек как-то это не ощущает, то ему бесполезно что-то доказывать. Он просто это не понимает, не знает, не ощущает. Уперся и все. Я не знаю, что-то такое. Личность, мычность и так далее. Поэтому тут бесполезно. Вообще, в некоторых случаях бесполезно что-то объяснять, пока человек сам к этому не придет. Если он, конечно, рассуждает. То есть он имеет, как говорил Константин Бутейко, такое причинное мышление. То есть задает вопрос, почему, от чего, откуда все это там такое. Следствие причины ищет связи. Тогда что-то получается с таким человеком. А так бесполезно ломать луки и копья на эту тему. Второго июля, день Зосима, назван в честь святого мученика Зосиме воина. За отказ поклониться ложным богам, был подвешен к дереву и нещадно бит. В это время с небес раздался голос, который слышали все вокруг. Мужайся, Зосима, ибо я с тобой, и ничто тебя не одолеет. Мучители хотели сжечь мученика. На раскаленный одр положили на гимн святого трастотерпца. Зосима сотворил крестное знамение, взошел на одр, и тотчас же Господь притворил огонь в росу. Согласно древним поверьям, этот день был самым жарким в году. Сегодня начинали косить сено и заготавливают его для домашнего скота. Начинали сегодня и качать пчелиный мед. Наши предки очень почитали пчелу, считали ее угодницей божьей. Помимо меда, пчела дает воск для свечей и другие полезные продукты. Считалось, что пчела способна ужалить только грешного человека. С наступлением летнего зноя, пчелы наиболее активно трудятся над сбором меда, так называемого главного взятка. В народном календаре существует несколько дней зосимы, и все они тесно связаны с пчелами, так как зосима считался их покровителем. Пчельники старались до этого дня не беспокоить пчел и приговаривали, «Рой гуди в поля лети, с полей возвращайся, улик медом наполняйся». Для покровительства зосимы в землю вкапывали кувшин с медовухой, так его задабривали. Сегодня старались помолиться и святому Иову, который помогал избавиться от наговоров и несправедливой обиды. Приметы. Если пчелы сжали от излятца к засухе, если пчелы сегодня вялые, будет похолодание. Пчелы спешат спрятаться в улик, будет дождь. Питьевой режим. У нас существует чувство жажды. Вот это чувство жажды как раз и подсказывает. Захотели пить, выпили. Не захотелось пить, значит не надо согласно каким-то там нормам вливать в себя вот эту жидкость. Вот сказали, вот столько там граммов жидкости надо там на килограмм веса тела. Или вообще 2 литра воды надо в течение дня выпивать. У меня вес 100 килограмм, я 2 литра воды могу выпить запросто. У человека 50 килограмм вес, и он этими двумя литрами зальется. И у человека 150 килограмм вес, ему это 2 литра высушат его. Ну вот так вот как-то. 3 июля. День Мефодия. Назван в честь святого священномучника Мефодия, епископа Потарского. Угодник Божий Мефодий с юных лет, придавший себя на служение Господу, явился честным сосудом, принявшим Святой Дух. Боролся против распространения оригеновой ереси, просвещал язычников. Язычники отсекли ему мечом честную главу. И перешел Святой Мефодий в лучшую жизнь, как жертва живая, принесенная Богу. Вначале служил Аганцу Божию, а потом сам был заклан как Агнец. День называли по-разному. Днем Мефодия и перепелятника, погода-указатель, паутинный день. На полях поспевал хлеб и появлялось большое количество перепелок. Если сегодня увидишь белого перепела, то это к счастью. А если его поймаешь, то всю жизнь будешь удачливым. Если сова сегодня садится на крышу дома, то вскоре в этом доме произойдет пожар. Приметы. Пошел дождь на Мефодии и еще 40 дней лить будет. Муравьи собираются в небольшие кучки, ожидая грозы и ветра. Согласно воззрениям древних мудрецов, человек, рожденный в тот или иной день недели, обладает теми или иными качествами, которые связаны с каким-то металлом. Вы можете себя протестировать и решить, насколько это справедливо к вам. Понедельник. Это умный, красивый человек, но не счастливый. Металл серебро. Вторник. Человеку сопутствует удача. Металл железо. Среда. Человеку сопутствует любовь. Металл золото, серебро. Четверг. У этого человека нелегкая победа. Олова. Пятница. Человек часто подвергается тревогам, заботам. Минерал медь. Суббота. Как правило, это люди, путешественники. Минерал свинец. Воскресенье. Рожденные в этот день пребывают в радостном, веселом настроении. Металл золото. Четвертого июля. Ульянов день. Назван в честь святого мученика Иулиана Тарсянина. Когда ему исполнилось 18 лет, было сильно гонение на христиан. Но нежестокие истязания, угрозы, обещания даров не смогли склонить юношу к принесению языческих жертв и к отречению от Христа. Целый год его водили по разным городам, подвергая истязаниям. Но он оставался непреклонен в исповедании веры в Иисуса Христа. Тогда его положили в мешок с песком и разными ядовитыми гадами и бросили в море. Начинала цвести липа. Сегодня было принято собирать ее цветы, как патагонное средство. Из них делали отвары и снадобья, обладающие бактерицидными, жаропонижающими и другими полезными свойствами. С ее помощью лечили кашель, простуду, отравление. Делали специальный липовый порошок, который мог лечить ожоги и останавливал кровотечение. Девушки использовали липу в косметических целях. Так липовый настой делал кожу мягкой и гладкой, а сок липы укреплял волосы. Плохой приметой было, если растущая в саду дома липа засыхала. Это предвещало болезни в семье. Приметы. Если растения поражены мучнистой росой, сегодня лучше всего бороться с ней. Цветки липы, собранные в этот день, обладают целебной силой. Все мы с вами любим пить чай. И не зря. Помимо того, что он дает нам здоровье, как вы знаете, были целые чайные церемонии. И все потому, что с помощью этой церемонии можно предсказать свою судьбу. Так как наша, будем говорить, аура влияет на все происходящее вокруг. И в том числе на те дела, которые мы делаем. И естественно по заварке чая можно кое-что узнать. И для этого мы с вами возьмем китайские знания о чайной церемонии. Чай для китайцев, лекарство, чай с этикетом, даже возможность заглянуть в будущее. Делается это просто. Так надо взять и заварить ложечку чая по-китайски. Прямо в чашке. Накрыть ее блюдцем и выждать минут примерно 10. Важно, пока напиток настоится, успокоиться, внутренне сосредоточиться. И в мыслях проиграть свои различные проблемы. После этого времени чаянки должны, по идее, принять положение, которое точно отражает ваше настроение и ваши возможности. То есть ваша аура энергетически повлияет на чай и все, что в нем. Итак, одна чаянка осталась на поверхности слева, две справа. Что это означает? Это означает счастливое признаменование. Вас ждет успех в любви, работе и денежных делах. Отношения с любимым человеком будут прекрасны. В делах вы получите поддержку от начальства. И у вас появится возможность для служебного роста. Если вы бизнесмен, то ваша предпринимательская деятельность пойдет в гору. И в будущем году у вас появятся денежные средства. Но не следует давать деньги в долг. Второе. Две чаянки всплыли с двух разных сторон. А справа почти одна чашка колеблется еще одна помельче. А вот это уже дурной знак. Он говорит о том, что ваш любимый человек недоволен тем, что вы к нему проявляете недостаточно внимания. Есть напряженность в отношениях. И дело идет к соли. Что касается работы, то полоса удач может смениться неприятностями. Все это связано с разбродом чувств, семейными неурядицами. У вас пропадет присущая вам инициативность. Третье. Две всплывающие чаянки в продолговатой форме сомкнулись концами. А слева не тонет еще две широкие частички. Итак, что бы это значило? Это говорит о том, что у вас с делами, увы, плохо. А вот что касается любви, то это обещает в ближайшее время желанную для вас встречу, которая принесет радость. А вот в работе это все приведет к утрате веры в собственной силы и застою. К тому же вы можете лишиться возможности зарабатывать, поскольку ваши дела идут не совсем удачно. Возникает соблазн прибегнуть к разного рода азартным и сомнительным играм в надежде таким образом поправить свои финансы. Но это не следует делать, потому что все станет еще хуже. Четвертое. Чай лежит на дне, лишь слева слегка приподнимаются две чаянки. Что делать в этом случае? Оказывается, тут возможно и хорошее, и плохое. Это добрый знак в том смысле, что сулит благополучное устранение недоразумений в отношении с вашим любимым человеком. Прежнее охлаждение может смениться глубоким и теплым чувством. Однако в работе начинается поворот к худшему. Вы не сумеете воспользоваться ни одной из появившихся возможностей, и это может повернуть вас смятением. Это дурной знак и в денежных делах, так как материальных поступлений, увы, не будет ожидаться. Не следует отправляться и в дальний путь, можно разориться. Пятое. На поверхности остались почти все чаянки. Оказывается, это происходит потому, что вода не вскипела как следует, и означает, что счастья вам не будет. В любви это, конечно, плохой знак. И все потому, что вы плохо завариваете чай. То есть вы человек нетерпеливый. Заварку обдаете водой, которая не прокипела. А это никуда не годится. Если вы стремитесь к идеальной любви, вообще к идеалу в любом деле, то следует быть более обстоятельней и добросовестней. От этого может у вас ухудшиться положение и на работе. Нету добросовестности у вас. Какой-то шанс, возможно, и будет из-за вашей излишней поспешности. Запомните, ваша излишняя поспешность, недобросовестность могут стать причиной ваших неудач. Поэтому в любом деле не спешите, вникните и изучите его, а потом уже действуйте. 5 июля, день Евсевия, назван в честь жития и страданий святого священномученика Евсевия, епископа Самосадского. Он оказался тверд во время арианской ереси, отставил православную веру. Гонения были настолько сильны, что очень много церкви осталось без духовенства. Евсевий тайно обходил города и ставил епископов. Менялись цари, а святой Евсевий продолжал отстаивать веру христианскую, правильное учение. За это его то изгоняли, то возвращали назад, и так было до самой старости. Сегодня утром наши предки отправлялись в лес для сбора целебных трав и заготовки свежих веников для бани. Вечером парились в бане, используя эти веники. Считалось, что сегодня день наиболее благоприятен для исцеления души и тела. И баня, как самое действенное средство, помогала обрести крепкое здоровье аж на весь год. Сегодня крестьяне могли повторно сеять редис. Приметы. Сегодняшний дождь предвещает хороший урожай. Жаркий день, значит в декабре ударят крепкие морозы. Если в этот день мухи роем кружаться над животными и особенно сильно докучают людям, скорее всего это к дождю. Замечено, что когда организм нормально усваивает капустный сок, он действует как идеальное очистительное средство, особенно при ожирении. А вот добавление соли к капусте или ее соку не только уничтожает ее ценность, но и вредно. Смесь соков моркови и капусты образует великолепный источник витамина С. Это особенно полезно при заболеваниях десен. Чтобы десны были крепкие. Пейте этот сок. А вот сок с медом один к одному повышает кислотность желудочного сока. Обладает отхаркивающим и противокашливающим действием. Начинайте с половины стакана три раза в день до еды в теплом виде в течение трех-четырех недель курс. А вот при весеннем недомогании рекомендуется употреблять один стакан сока свежей или квашеной капусты натощат. В разведении один к одному пьют сок по одной третьей, одной четвертой стаканы за 30-40 минут до еды, как сахаропонижающее средство. 6 июля. День Агриппины. Назван в честь святой мученицы Агриппины. Она украсила свою душу девственной чистотой и обручилась со Христом, за которого не побоялась мучений, добровольно предала себя палачам. Тело ее было избито палками так сильно, что были перебиты кости, после чего ее обнажили и заключили в возилище. Но ангел Господень, невидимой рукой, разрешил ее от уз, подкрепил ее, и она снова, поправ всякое нечестие, в муках предала Богу дух свой. Старину этот день называли днем Аграфенной купальницы. А купальницы прозвали потому, что с этого дня народ начинал массово купаться в водоемах. Сегодня надо было обязательно попариться в бане, чтобы быть здоровым в течение года. Пол в банях устилали скошенной травой и парились свежими вениками. С этого дня заготовляли веники на весь год. Особенно ценились веники для бани, составленные из веток различных деревьев. Калины, рябины, березы, ольхи, черемухи, липы, ивы, смородины. Сегодня задабривали русалок и водяных. В этот день собирали целебные травы и растения, считая, что они сейчас обладают наибольшей целебной силой. За этим днем следовала ночь на Ивана Купала. Она считалась мистической, потому что в это время был разгул нечистой силы. Вообще существовало много поверьев, связанных с праздником Ивана Купалы. Например, сегодня клали на порог дома крапиву, чертополох и зверобой для того, чтобы эти травы отпугнули нечистую силу. Верили, что именно сегодня ночью цветет папоротник. И если кто найдет его, тот будет счастлив всю жизнь. Также верили и в то, что цветок папоротника укажет, где зарыт клад. И если его найти, то можно отыскать и зарытый клад. Дети сегодня водили умываться к родникам на крепкое здоровье. Кроме того, прятали от нечисти скотину. Приметы. Соловей не поет сегодня, значит и очмень поспел. Если сегодня репу посеет, она обязательно уродится. Капустный сок можно пить с лимонным или гранатовым соком с медом, что делает его гораздо вкуснее. А вот наружно, в виде примочек, сок капустный эффективен при таких кожных заболеваниях, как экзема, псориат, неродермит. Его или свежие листья капусты можно прикладывать к вискам, затылку, лбу, при головной боли, ожогах, ушибах, подогреческих болях или колотье в боку. Не рекомендуется его пить при высокой кислотности желудочного сока, симптомах при возбуждении жизненного принципа ветра, когда могут быть газы, вздутие кишечника или понос. В этом случае сок капусты противопоказан. 7 июля – день Ивана Купала. Иван Купала принадлежит к числу самых почитаемых и самых важных праздников в году. По древним поверьям Иван Купала олицетворяет расцвет сил природы. Ивана Купалу называют чистоплотным. Принято купаться на заре этого дня, и этому купанию приписывалась целебная сила. Купаются в воде, а еще лучше в рассе. Церковь сегодня отмечает большой праздник – Рождество святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Славяне в этот день отмечали день Ивана Купала или Иоаннов день. Это день чудес и колдовства. Девушки сегодня плетут венки, используя 9 различных цветков. После надевания венка они молча ложились спать, ожидая увидеть во сне своего суженого. Суженый должен был подойти к ней и снять венок. По вечерам жгли костры и прыгали через них. Кто сам, а кто взявшись за руки, танцевали, пели, общались. Так проводилось огненное очищение. Сегодня, согласно поверью, должен был расцвести папоротник. И если кто найдет его, то будет счастлив всю жизнь. Также верили и в то, что цветок папоротника укажет, где зарыт клад. Массово купались в реках и озерах, парились в бане. И все потому, что на Иоанна Купала любая вода обладала целебными свойствами. При этом обязательно нужно было окунуться в водоем между утренней и обедней службой в церкви. Считалось, что это позволит излечиться сразу от всех болезней. Согласно поверью, сегодня не купается только колдун. После дня Иоанна Купала банные веники не заготовляли, так как они уже не обладали целебной силой. Древние славяне не ложились спать до рассвета. Хотели услышать пение эльфов. Это пение – очень хороший знак, предвещающий защиту от злых сил на весь год. А также остерегались, чтобы нечистая сила ими во сне не владела. Кстати, вплоть до 1770 года День Иоанна Купала считался официальным праздником. Приметы. Утром выпала большая роса – будет хороший урожай огурцов. Много звезд в ночь на Иоанна Купала – будет урожай на грибы. А вот сок капусты брокколи полезен при сахарном диабете. Он переваривается и усваивается буквально за несколько минут, обогащая организм человека кальцием, натрием, хлором, калием, фосфором, магнием, серой, азотом, железом, кремнием, йодом, марганцем, кислородом, водородом, фтором – всеми этими биологически активными веществами в наилучшей, наиболее усваиваемой форме. Они жизненно необходимы каждому человеку. Данный сок содержит органическую воду, что чрезвычайно важно для восстановления в жаркое время года. На прощание мне бы хотелось сказать – пусть жизнь ваша будет радостной, а кулинария обязательно целебной. Доброго вам здоровья! 8 июля – день Петра и Февронии, назван в честь святых благоверных князя Петра и княгини Февронии. Петр и Феврония любили чистоту и целомудрие, всегда были милостливыми, справедливыми и кроткими. Они защищали тех, кто подвергался обидам, достойно чтили лиц иноческого и священнического звания, с великим милосердием относились к бедным и усердно упражнялись в спасти и воздержании. Достигнув глубокой старости, они стали иноками и умерли в один день. Муромский князь Петр и его жена Феврония стали символом верной, сильной и красивой любви. Они умерли в одно и то же время и, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу. Так их и похоронили. День считается счастливым для любви. Наши предки подметили, что с этого дня в течение 40 дней будет стоять очень жаркая погода, а после этого начнется осень. В сегодняшний день наши предки называли русальницей. Русалки сегодня начинали водить хороводы, поэтому во время купания надо было соблюдать осторожность, чтобы речная дева не утащила на дно водоема. Приметы. Если сегодня жаркий день, то жара продержится еще 40 дней. Засуха в июле, грибы появятся только осенью. Как мы знаем, капуста бывает разная, белокочанная, краснокочанная, цветная, бруссельская, бракколи, брокколи, кольрабы. Вот далеко не полный перечень всех видов капусты. Вкус у капусты, как мы знаем, вяжущий. А свойства? Свойства такие. Она холодна в первой степени и суха во второй. Действия. Действия на жизненные принципы. Увеличивает ветер, подавляет желчь и слизь. Она обладает размягчающими свойствами и сваривающими. Препятствует опьянению, полезно хмельному человеку. Одинакового размера. Но это ничего. Одинакового размера. Еще надо капуста? Ну, для того, чтобы попробовать, нам хватит этого. А так можно побольше. На всю семью так можно побольше. Так, есть у нас. Теперь смотри, мы берем морковочку. Морковочку так же. И ты любишь какую? Сладенькую. Да. Сладенькую, но как бы чуть-чуть остренькую, так скажем. Ха-ха-ха. Но чуть-чуть остренькую. Смотрите, тогда для остроты мы добавим чуточек имбиря. Чуточек? Чуточек. Все. Больше. Хорошо. Больше не надо этого делать. Раз мы хотим, остренькую получится. Так. Теперь мы можем добавить зелени, что у нас осталось сюда. Все это перемешиваем. И весь секрет, если мы хотим сладенького, заключается в майонезе. Майонез делаем следующим образом. У нас остался желток. Мы его не выбросили. А вот сохранили. Желточек у нас есть. Вот он. Теперь мы сюда добавляем немножечко растительного масла. Пожалуйста. Танюш, а где у нас масло? Вот. Так, растительное масло? Желток? Да, 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 да. Вот так вот только. Одну столовую ложечку, не более. Теперь у нас мед. Мы берем медочек. Так. Где у нас чистенькая ложечка? Вот она у нас чистенькая ложечка. Опа. Медочек. И взбиваем? И взбиваем, правильно. Как? Да-да-да. Мы долго будем взбивать этот мед. Не-не-не-не. А его можно? А давай мы сделаем... Два варианта. Два варианта, да. И один... Оба будут целебные. Оба будут целебные. Но мы сделаем, значит, так. Возьмем желток яйца и возьмем лимонный сок и мед. Все. Это, смотри, один. А, без оливкового масла. Да. Это один вариант. Ничего себе. Теперь, смотри, это у нас сейчас будет другой вариант. Хорошо. Без оливкового масла. Да. Лимончик мы разрезаем. Давайте я его уберу уже. Выдавливаем сок. Вот он у нас пошел сок. Смотрите, как хорошо бегит. Ага. Ах. 9 июля. День Давида, земляничника. Назван в честь преподобного отца Давида Солунского. Упражняясь в воздержании с младых лет, он явился перед людьми, как бы ангелом воплотил. Жил в палатке под миндальным деревом 70 лет. Молясь и постясь, мужественно перенося то стужу, то сильный зной, он сделался как бы бесстрастным. Однажды он взял в руки разожженный уголь и возложил на него фамиам, предстал так перед царем и кадил на него, причем руки его нисколько не пострадали от огня. На Руси в этот день уходили в лес собирать землянику, а сам день назывался земляничником. Отправлялись в лес целыми семьями, чтобы привлечь к сбору даже самых маленьких детей, приучая их к труду. Одновременно собирали и листья земляники, чтобы на их основе готовить лекарственные средства. Например, высушенные листья добавляли в чай. Такой напиток помогает восстанавливать силы, повышает иммунитет и улучшает общее самочувствие. Приметы. Солнечный день сегодня, значит хорошая погода продержится до осени. Чтобы сегодня успешно занять деньги, надо положить в карман листья земляники и отправиться просить взаймы. Если при поливе рассада полностью впитывает себя в воду, жди засухи. Если вода остается на поверхности, жди дождей. Ну что? Самое время заняться целебной кульновией. Я Геннадий Малахов, приветствую вас у Кранов. А мой гость Таня Лавич у себя на кухне. У нас сегодня в меню капустное блюдо. Оладушки из капусты. Почему я выбрала капусту? Я очень люблю капусту. А я думала, ты хочешь, чтобы у тебя был побольше. Кстати, капуста спасла все это в какой-то степени. Я заготовила этот вопрос. Крородным предметом. Вау. Ну я думала, задать его в конце. Ладно. Тогда, может быть, с самого начала. Это миф, откуда растут ноги, о том, откуда растут ноги того, что от капусты растет грудь. И растет ли она только у женщин или растет она еще и у мужчин? Ну я думаю, что у мужчин она особо не растет, но если смотрим, вот так вот взять и посмотреть, она уже напоминает. Есть такое полусферка. Да, полусферку напоминает. И дело в том, что все то, что дает какой-то объем, ну, будем говорить, косвенно может влиять и на увеличение груди. Но это получается, что можно есть эти арбузы, она на сыпочку капуста. Ну вот, в основном именно капуста считается. Вот почему? Ну согласно древним поверьям, это так уж можно рассматривать. Ладно, но с точки зрения народной медицины, на самом деле, первое, что я хотела у вас узнать, Геннадий Петрович, это почему от хрустящей капусты люди сбрасывают вес? От хрустящей капусты люди сбрасывают вес потому, что в первую очередь еще древние диетологи, будем так говорить, или врачеватели, они уже говорили, что она обладает свойствами усиливать жизненный принцип диета, который как раз и вызывает сухость и холод в организме. То есть подсушивает тело и охлаждает. Поэтому, уже смотри, капусточку, ну в зимнее время есть ее так в больших количествах не желательно. А вот что касается для того, чтобы человек по стране, дело очень хорошее. Ее можно так тушить. Я, знаете, я капусту люблю с детства. У меня мама очень хорошо готовит. Я обожаю тушеную капусту как сложный гарнир, когда, ну, к какому-то виду мяса подается, значит... Масковочка. Нет. Там все может быть не так... Может, это там... Нет, смотрите. Сложный гарнир заключается в том, что отдельно лежит пюре и отдельно лежит капуста. То есть сложный гарнир из пюре и тушеной капусты. И это настолько вкусно, например, с рыбкой какой-нибудь. Вот смотри, смотри, Танюша, оказывается, это неверно. С позиции целебной кулинарии либо вы делаете тушеную капусту и едите ее с мяса, либо же вы тушеную капусту кушаете с картошкой. А когда получается вот этот сложный гарнир, он уже не особо полезен для пищеварения. Поэтому, смотри, в первую очередь в капусте меньше всего калорий. Далее она создает объем, что очень важно в желудке, человек наедается. И к тому же она является, несмотря на то, что калорий мало, сытным продуктом, который дает еще организму силы. 10 июля. День Самсона. Назван через преподобного отца Самсона Стравноприимца. Он родился в Древнем Риме. Родители его были люди богатые, знатные и вели свое происхождение от царской крови. Прекрасно изучив всю мирскую мудрость, Самсон обучился также и врачебному искусству. Его врачебному искусству спошествовала и благодать Божия, подавающая исцеление, которые были неспосланы ему за его добродетельную жизнь и за веру к Богу. Так он лечил людей всю свою жизнь. В этот день было принято лошадей окроплять святой водой. Делалось это перед повторным распахиванием полей, чтобы они выдержали тяжелую работу. Распахивали поля для того, чтобы земля отдохнула и давала хороший урожай. Приметы. Если на Самсона идет дождь, дожди будут постоянно идти аж до самого бабьего лета. Если сегодня облака идут с северной стороны, это к засухе. Если с запада, будет ненастная погода. Сено зеленого цвета на Самсона будет много гречишной крупы. А черная сена будет богатый год на пшенную крупу. Если на листьях конского щавеля появились липкие капельки сока, через два дня пойдет дождь. Вот у меня есть силы для того, чтобы определить наш план действия сейчас. Если мы будем сейчас жарить наши оладушки, то вы тогда действительно давайте дорежьте этот укроп. Почему? Потому что он нужен и в тесто, и он нам пригодится для украшения. Я сейчас поставлю уже, наверное, не наверное, а точно сковородочку, чтобы она закреплялась. Потому что тесто для этих оладин готовится очень просто. Очень тонкая нарезанная вот эта капуста, очень тонкая. В нее будет добавлено только яйцо, мука, чуть-чуть укропчика. Это хорошо, что они сочетаются на мой вкус. Ну и чуть-чуть соли и перца. Соли и перца. А вот смотри, если человек хочет пострадать, соли желательно, ну как можно меньше. А лучше без соли вытес. Тогда будет то, что надо. И знаешь, что еще? А вообще без соли? Да. Почему? Поменьше соли. Либо же, смотри, вот у меня как раз лежит морская капуста. Для того, чтобы, мы говорим о целебной кулинарии, чтобы она была действительно целебной, и наши оладики были, выделялись из всех прочих, туда надо добавить морской капусты. Давайте попробуем, ни разу не делала, давайте попробуем. Давайте, давайте. Оказывается, смотри, ты хочешь, чтобы они были вкусные, и вкус это обычно соль. Да? Ну, чуть-чуть, да. Чуть-чуть. В капусте содержится обилие йода, и такие оладушки будут целебны, особенно для тех, кто страдает какими-то заболеваниями или недомоганиями от щитовидной железы. Ага. Йод натуральный. Вот что еще хорошо. Так, хорошо. Я поняла, я согласна. Ага, что у нас? Согласна, я. Ну, давай. Я согласна, давайте сделаем где-нибудь на середочку, там, на 6-5, потому что, чтобы они, конечно, не сгорели, и пусть она пока... Хорошо. Руки чертяты. Я все буду руководить, потому что для того, чтобы блюдо было целебно, и ты его не испортила, я буду за всем наблюдать, и в случае чего мне шорт сыграет. Итак. Я считаю, что его нужно немножечко, ну, пожмахать, чтобы ну вот чуть-чуть продал. Пожмахать, хорошо. А знаешь что, вот так, чтобы не жмахать, не жмахать, можно было бы просто-напросто натереть это на мелкой терке, тогда намного там все лучше пошло. А так, я не знаю, оладушки у тебя будто вот такие большие. Как они будут лететься? Вообще, рецепты этих оладушков, еще такой, знаете, нудный. Сначала надо эту капусту, на какой-то водяной бане отварить, чтобы, значит, там стало какой-то вязкой, добавить туда манку, и потом из этого делать куличики. Мне это не нравится. Ага. То есть я делаю ее по образу кабачковых оладьев, когда прям свеженько-свеженько. Хорошо, хорошо. Это намного лучше действительно кабачковых оладьев, ну, думаю, свежая капусточка хорошенько. Ну, посмотрите, как мы ее помяли. Она стала прям такой вот, ну, очень маленькой. Может быть, она у нас получится. Я думаю, все-таки ее лучше ее натереть на все-таки на мелкой терке. Давай ты вот такой оладьичек готовишь, А я, да, сделаю немножечко другой. И мы посмотрим, как они будут у нас сочетаться. Ладно. Потому что тут у тебя все-таки они большеваты, мне кажется. Так, вызывай. Слушайте, удивительно. Хорошо. И начинаем натирать. Давайте тогда вы еще будете делать со своей этой капустой морской. Давай, давай. А я без вовчей. Давай, давай, давай. Единственный вид капусты, который я не люблю. Мне все нравится. И брокколи, и кальрады, и цветная. Кстати, кальрады и брокколи очень полезная капуста. Почему? Да потому что в ней гораздо больше биологически активных веществ, чем в обычной. Но тем не менее. И обычная капуста очень и очень полезна. Итак, я натираю буквально-таки на один оладь. Я один делаю. Класс. Давайте я вам на тару. Хорошо. Вот она, тара у нас есть. Так. Опа. Больше мне не надо. И, кстати, смотри, я потер. И у меня настолько она сразу запустила сок, что уже ее не надо дополнительно мять. А мука вам нужна будет? Чуть-чуть. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Раз. Я сейчас буду муку просиливать. Мне очень нравится этот. Хорошо. Ну, курики. Ага. 11 июля. День Кира. Назван через перенесение честных мощей святых мучеников Кира и Иоанна. Благодаря большому распространению христианства, верующие начали строить храмы в Александрии и по всему Египту. И в это время были обретены мощи Кира и Иоанна. В одном месте находилось древнее капище, бывшее обиталищем димоново. Место это внушало всем ужас, так как здесь обитали многие нечистые духи. На этом месте построили церковь и принесли мощи святых. Все духи бежали прочь. Сегодня на Руси почитали крапиву. Считали, что она обладает волшебными свойствами и способна делать человека сильным. Сегодня ее изготавливали впрок, так как полагали, что после этого дня она потеряет свои целебные свойства. Народ верил, что холст, вытканный из крапивы, поможет лечить боль в пояснице. Да-да, из крапивы делали ткань. А так крапиву применяли для приготовления настоев, отваров, которые помогали при внутренних кровотечениях и недомоганиях. Из крапивы готовили разные полезные и вкусные блюда. Молодую крапиву добавляли в салаты, супы. Делали начинку для пирожков. Молодые девушки настоем крапивы укрепляли волосы. Они смачивали им волосы, минут 15 держали, а потом ополаскивали теплой водой. Крапиву использовали и в борьбе с нечистой силой. Считали главной помощницей от дурного глаза. Чтобы избавиться от сглаза, нужно было зажечь семена крапивы на оглях и окурить дымом сглаженного человека. Для защиты дома ее в виде пучка вешали на окна и двери. Обычно в канун Петрова дня молодежь веселилась до утра. Пели песни, водили хороводы, танцевали, принимали участие в различных играх и забавах. Существовало поверье, что в этот день можно найти особое растение под названием Петров крест. Если найти его цветущим и вырвать с корнем, тогда человек будет удачливым в течение всего года. А сам корень этого растения поможет избавиться от беды и даже приведет к ладу приметы. Если кукушка замолчала, это крайне зиме с большим количеством снега. А квашеную любите? Квашеная капуста очень хорошая вещь. И, кстати, там витамина С больше, нежели в обыкновенной капусте свежей. И знаешь, почему? Квашеная? Квашеная. Больше снега. Оказывается, когда капусту начинают резать, она в результате измельчения начинает выделять особые вещества, которые, в частности, и образуют витамин С. Поэтому квашеной капусты больше. И, кстати, квашеная капуста, квашеная капуста, она очень полезна тем, кто у нас... Можно руками перемешать, да? Кто у нас страдает от запоров, потому что это все-таки такой раствор, получается, который ногу морит... Разключает? Который тяжелый, сам посетитель. И он, по сути, тому, что опоражняется. Далее, улучшается пищеварение от квашеной капусты. Но люди, которые страдают гипертонией, повышенным давлением, у них, получается, все наоборот. Она повышает, потому что она содержит немножечко там и соли. Квашеная капуста, показанная людям в большом количестве, тем самым, которые страдают повышенным давлением. Гипертонией, да. Вот у меня получилось. И знаешь, что я еще хочу сделать? Я еще хочу сюда добавить немножечко имбиря. И мы сейчас сделаем две котлетки и попробуем. Так. Это одну массу я уже сделала. Мне кажется, у вас будет поинтереснее. Ну, посмотрим, посмотрим, что поинтереснее. Я тогда свои оладьи назову, как я ладю. Хорошо, хорошо. Так. Это я выкладываю вот сюда. Вот у меня какой полный. Мне еще, знаешь, что интересно? Как работает механизм помощи людям, страдающим всякими язвами, болезнями желудочно-кишечного тракта? Потому что я слышала, натощак нужно пить капустный сок и пройдет то ли язва, то ли еще что-то. Просветите. Действительно, капустный сок полезен. Капустный сок и вообще свежая капуста полезны тем, кто страдает различными язвенными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. А как работает вот это? Оказывается... Ах! Какой запах пошел. Да. Оказывается, там содержится особое вещество, которое как раз и помогает тому, что язвенный процесс лечит. Поэтому очень хорошо использовать особенно капустный сок, особенно свежую капусту для того, чтобы у нас лечились все эти заболевания язвенного характера. Но так как капустный сок сам по себе, да и вообще капуста, обладает способностью вызывать газообразную паницу. Есть. Поэтому сперва надо либо очистить желудочно-кишечный тракт с помощью правильного питания, либо капусту, капустный сок, капусту тушить. Тогда она не будет вызывать разобразование. А сок капустный надо будет разбавлять пополам с морковным соком, и тогда будет получаться, он будет лучше питься. Кстати, мы можем сделать этот сок, ты выпьешь капустный, попробуешь, ты попробуешь морковно-капустный, или яблокно-капустный, ну, убедись. В чем разница? Мы все-таки сделаем. Аппетит приходит во время еды. Да, да, да. Я слышу возникший аппетит на новые диеты. Так, ну что у нас? Главное, чтобы успели сделать витаминный салат. Почему? Потому что я, например, очень люблю витаминный салат, тот, который в советское время в общепитии и сейчас в симпатичных демократических столах можно встретить. Я его очень люблю, но думаю, что он у меня не получается, вернее, он получается, но нужно, чтобы он стоял всю ночь в холодильнике, добавлять на этот уксус. Все дело в майонезе. Уксус ни в том случае добавлять не надо. Можно добавлять только яблочный уксус. Почему? Потому что он тогда нормально действует. Если мы с вами будем добавлять столовый уксус, то столовый уксус пережигает элитроциты. То, чем нам надо, чтобы мы разрушали красные крыльяные лица. Итак, у тебя получилось? Я так чувствую. Да, Геннад Петрович, значит, я выкладываю тогда на блюдо это. Назовем это беточками, оладушками. 12 июля, день Петра и Павла. Назван честь жития, подвигов и страданий святых, славных и всехвальных верховных апостолов Петра и Павла. Оба эти апостола являются самыми главными в распространении христианства. Они не побоялись его проповедовать в Риме, когда начались гонения на христиан. За это пострадали. Петра распяли, а Павел был усечен мечом. По свидетельству очевидцев, из раны истекала кровь с молоком. Верные взявшие тело его положили в одном месте со святым Петром. Этот день в народе считался праздником солнца. С этого дня начинались всевозможные ярмарки, которые получили название «Петровские гуляния». С этого времени приступали к уборке хлеба. Сегодня отмечали и проводы лета. Апостол Петр считался покровителем полей и лугов, а также рыболовного промысла. Ему молились о хорошем улове. В этот день платили пошлины и налоги. Церковь получала Петровскую дань. Еще этот день в старину называли Петровским говением, так как частенько на эту дату выпадал конец Петровского поста. И если это было так, то готовили обильное угощение и приглашали в гости родственников соседей. А крестные в этот день дарили крестникам пироги из пшеничной муки. Сегодня было принято умываться из трех родников, чтобы сохранить на долгие годы молодость и красоту. А купание в этот день очищает человека от грехов. Приметы. Идет сегодня дождь, будет и мокрый сынокос. Если в течение дня два раза дождь пошел, будет богатый урожай. Если кукушка кукует после Петрова дня, лето будет долгим. Если сегодня листья с деревьев начинают опадать, дело идет к осени. И если соловей после Петрова дня еще поет, зима начнется после покрова через 3-4 недели. Если в этот день погода ясна, год будет хороший. А может еще, конечно, чуть-чуть нужно было поджарить, но ладно. Да, сразу же предупреждаю, чрезмерно сильная термическая обработка разрушает биологически активные вещества, поэтому старайтесь меньше, только раз-раз-раз-раз, но есть в теплое. Если все это у вас постоит какое-то время, то долгимистские активные вещества уже теряют свою активность. Геннадий Петрович, я вам велкам. Ага, хорошо, хорошо. Теряют свою активность и уже не такие хорошие, как нам надо, чтобы они нас укрепляют. Итак, я беру свои котлетки. Помочь? А я сразу замерзу. А я тогда приготовлю стол для того, чтобы мы выложили. Одна у меня котлетка с имбирьером, другая котлетка у меня с ракурточкой. Ого! Маленькая. Сметанка. Кстати, имбирные котлетки очень хороши в холодное время года, и для того, чтобы этот человек не простужался. Есть какие-то для этих котлеток. Иммунитет будет укрепляться, память, пищеварение и все остальное. Давайте рядышком. Давайте рядышком. Давайте рядышком. Опа! Вот смотрите, сразу видно, в моей котлетке однородная масса. У Танюши получилась, ну, как бы сказать, такая соломочка. Ну, попробуем. Она, я думаю, тоже приятная будет. Вот так. Так. Так, сметанку на них или посреди посередочки? Так, сметанки, никакой сметанки. Подождите, подождите. Как никакой сметанки? Ну, тогда не макайте ее. Я буду, ладно. Таня будет со сметаной. Вот смотрите, с чем, как сказать, чревато. Если вы хотите, чтобы у вас вес уходил, то никакой сметанки не используйте. Ешьте в сухомяточку, долго жуйте, и все будет нормально. Как только пошла сметанка, будет гораздо вкуснее, и вы переедаете со сметаной, только вы съели один блинчик, ну, вот это два, вот это нормально. А так вы съедаете штучек, штучек пять. Ну, что-с? Ладно. Давай начнем. Оставим сметану в покое. Сметану в покое. Да. Я начну каждое с блюда. Да, да. Другого. Да. Где сам берем? Малышки сам берем, да? Угу. Ну, пока мы. Угу. Ну, и так, хорошие. Они, по крайней мере, хрустят. Угу. Хрустят, это хорошо. И ну-ка. 13 июля. День 12 апостолов. Назван в честь собора святых славных и всехвальных 12 апостолов. Ведь они ближайшие ученики Христа и очевидцы его жизни. Истории жизни и деяний апостолов описаны в Евангелии, а также в книге «Деяния святых апостолов». Учениками Христа стали Петр, его брат Андрей, Иоанн Богослов, его брат Иаков, Филипп, Матфей, его брат Иаков, Алфеев, Варфоломей, Фома, Симон Канаид, Фаддей и Иуда Искариот. Затем Иуду заменил Матфей. С сегодняшнего дня погода становится особенно сухой и жаркой. Раньше был распространен обычай красить сегодня яйца, как и на Пасху. Также готовили различные блюда из яиц. Ели яичницу с ветчиной, зеленым луком, сыром, хлебом. Даже была яичница с селедкой. Приметы. Звезды мерцают ночью, а утром небо затягивается тучами. Полдень ожидая сильную грозу. Ну, так и я. Я тоже пробую. Соберем. Соберем. Да. Значит, что говорю первое. Во-первых, мне нравится консистенция. Во. Раз. Это правда. Во-вторых, мне нравится, что отсутствует резкий запах морской капусты с йодом. Мне это тоже нравится. Здесь очень важно соблюдать пропорцию. Если слишком много будет капусты, морской. Во, вот это мое. Без имбиря. Без имбиря. Очень. Имбиря можно поменьше. Можно поменьше. Поменьше. Ну-ка. Я бы даже, наверное, добавила бы чуть-чуть побольше этой морской капусты, чтобы добавить соли. Чтобы остальные. Верь? Чтобы чуть-чуть, да. И вот тут у нас получается, что мы делаем хлебное блюдо вкусно. Да. Вот эти я. Тот компонент, как морскую капусту, которую мы не любим и не едим, здесь желательно больше добавить. Я бы, знаете, что скажу про вот эти соломкой? Они тоже прекрасны. Они просто другие. Да. У них плюс в том, что хруст приятный. То есть, понятно вроде бы, что это как горячая закуска, но при этом есть свежесть. Благодаря вот этому правильному хрусту. Ну, здесь как раз идет нанудка надувы. Надо жевать. А, жевать надо. Да. Поэтому у нас уже зубки укрепляются. Далее. Чем мы больше жуем, чем больше выделяется желудочно-кишечного стока, улучшается у нас пищеварение. Вот. И, естественно, хорошая профилактика запора. Если мы жуем более тщательно, то у нас различные там желудочно-кишечные заболевания будут проходить. Вот. А у меня такое интересное. Он у меня более сочный получается. У вас более сочный получается. Получился более сочный. Ну-ка. Ммм. 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 Как-то мне было приятнее на вкус. Каждый остался по-свою. Ха-ха-ха. 14 июля. День Кузьмы и Демияна. Назван в честь святых мучеников Косьмы и Дамиана. Это родные братья. Обладали даром исцеления. За свое врачевание они не брали денег, за что получили прозвище без серебрянников. Во время гонений на христиан их арестовали якобы за чародеем. Когда они вылечили тяжело больного императора, их отпустили. Врач, который их обучал, позавидовал их славе. Старик позвал братьев в горы, якобы для сбора целебных трав, где убив их, бросил тела в реку. На этот день приходится праздник летней Кузьминки. Это чисто женский день. Было принято пропалывать огороды от сорняков. Наступало время сенокоса и люди работали в полях. Также собирали малину и первые овощи. Варили варенье из крыжовника. Сегодня собирали растения, которыми красили ткани. Также в этот день устраивали посиделки. Звали соседей. Накрывали столы. Что у кого есть, пели песни и веселились. Приметы. Считали, если сегодня огород пропаловать, то сорняков не будет. У нас сегодня в гостях целебной кулинарии певица и телеведущая Оксана Афанасьева. И сегодня мы разберем, что такое сельдерей, с чем его едят. Кстати, какой сельдерей бывает? Как? Ну, вы имеете ввиду по частям сельдерея? Корень, стебель и листья. Правильно. Растения само сельдерея составляют и корень, и стебель, и листья. И едят этот удивительный овощ целиком. И каждая из этих частей, конечно, имеет свои полезные свойства. Например, в корнях и листьях сельдерей содержатся ценнейшие аминокислоты. Такие как аспарагин, трептофан. Каротин, кстати, есть. Ну, это единственное, что понятно мне, каротин. Вот до этого то, что было. Из каротина. Это просто были до этого перечислены аминокислоты, которые дают нам крепость ногтям и прочее, прочее. А каротинчик как раз дает нам красоту. И он следит, будем говорить, в организме за тем, чтобы наши слизистые оболочки и кожа были в совершенном порядке. Потом, значит, в нем содержится еще никотиновая кислота, различные микроэлементы. Кстати, очень много различных микроэлементов. И сейчас мы сразу же определим, что еще содержится. Каким образом? Эфирные масла, которые дают особый запах растению. И более того, они возбуждают аппетит. И, кстати, если имеются какие-то там, ну, гнилостные, бородильные процессы, то они все это ликвидируют. Дезинфицируют. И сейчас, правильно, наш организм изнутри. А вот я не помню, чтобы в советские времена продавались, ну, может быть, вот корень он еще продавался, а вот стебель. Вот, мне кажется, нам сейчас очень сильно везет современным жителям, поедателям. Поедателям. Ну, вот, как раз, смотрите, это вот черешковый сельдерей. Это его листья, да. И так как он зелененький, здесь еще много хлорофилла. Отлично. А вот если он будет желтее, то есть лучше не брать, да? Самое главное, что выбирать, свежий, зеленый, да? Да, свежий, ярко-зеленый зеленый. И он крепкий еще должен быть, да? Не вялый. Правильно, правильно. И, кстати, крепость. Крепость дает организму крепость. И сделаем для того, чтобы у нас крепость организма была салатик. Давайте. Я опять помогаю вам, да? 15 июля. День Фотия. Назван в честь памяти святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси. Грек по происхождению в молодости оставил мир и жил в пустыне. Когда скончался митрополит Киприан, в 1406 году был поставлен константинопольским патриархом митрополиты Руси. Ревностно относился к своим обязанностям, наводил порядок, боролся с разного рода ересью, которая появилась от искажения учения. Также восстанавливал церковные имения, расхищенные боярами. У древних славян этот день связывали с родом, его покровительством и защитой. Называли это день Берегиней. Представляли ее в образе березы, что и породило традицию высаживать эти деревья во дворах своих домов. В дальнейшем этот культ был заменен поклонением Богородицы. У древних славян Берегиня это животворящая женская энергия. Она наполняет не только род человека силой, но и все живое вокруг, например, травы, одаряя их целебными свойствами. В этот период созревает рожь, а потому сегодня крестьяне отправлялись работать в поле. Сегодня начинался сбор вишни, а в водоемах от жары начинала цвести вода. Приметы. Если на березе появились желтые листья, зима будет ранней. Если к этому дню в лесу появилось много ягод, зима будет морозной. А вот скажите, вы едите сельдерей из-за того, что он полезен, или из-за того, что вам нравится вкус его? Сельдерей я ем из-за того, что он полезен. Потому что вкус приходит во время еды. Вкус приходит во время еды, аппетит приходит во время, да. Да, вместе со вкусом. Они неразрывные. Я думаю, что вкусным продукт мы можем сделать. На то у нас и целебная кулинария для того, чтобы полезные продукты делать вкусными. И использовать их в своем питании как можно чаще. Итак, мы сначала будем делать сельдерей из корня сельдерея. Кстати, мы будем использовать морковь у нас будет, лимон, зелень и яблоко, да, наверное. И яблоко, да. Сельдер. Я потру морковку. Давайте, потрите морковочку. Так, миска, я так предполагаю, что вот в эту, да? Можно в эту миску потереть. А я пока очищаю корень сельдерей. Так, вот. Ух, как корень у нас. Сейчас домашние, глядя на меня, радуются. Что я занимаюсь полезным трудом. А до этого, что они занимаются? Не-не-не, я занимаюсь, но просто это мне редко удается, когда. Потому что, в принципе, уже все в состоянии сами готовить. И какие-то такие вот семейные совместные посиделки, они встречаются не так часто, как хотелось бы. Ну, хорошо. В средней кулинарии, я думаю, что это будет происходить намного чаще. О, да. Так, почистим. Все. Это можно... Да, правильно. Это можно поесть. Теперь я натираю сельдерей. Кстати, сельдерей еще способен замедлить процессы старения в организме. Он продляет нам молодость. Потому что содержит уникальный набор белков, витаминов, кислот, минеральных элементов и так далее. Всего того, почему соскучилась наша клетка. Наши клетки организма соскучились по этому. И смотрите, я беру сразу вот так вот и пошел перед сюда. Кстати, пропорции важны. Строго соблюдаться? Ну, не обязательно строго соблюдаться. Или это вкусовые пристрастия? Дело в том, что сельдерей это не очень вкусный продукт. Он суховатый, особенно корень. Вот. Для того, чтобы к нему привыкнуть, надо морковочке примерно дать в два раза больше, чем сельдерей. А вы на мелкую терку, да? Я на мелкую. Да, в общем, если морковь, она более такая сочная, ее можно на большой терочке. А вот сельдерей, так как он суховатый, его можно на мелкой. Все это хорошенько смешается, и тогда удобно идет. А заправлять мы будем маслицем? А заправлять мы можем маслицем, можем соком лимона. 16 июля. День Моки. Назван честь страдания, святых мучеников Моки и Марка. Святые мученики были схвачены и преданы управляющему той местности Максимиану. Их уговаривали принести жертву идолам. Они отказались. Тогда стали угрожать им смертью. Оставшись твердыми в вере Христовой, за это им отсекли мечом головы. Когда их вели на казнь, вслед за Моки шли на место казни его жена и дети. Голову святого Марка приняла его жена, когда он, стоя на месте казни, был усечен. Сегодня на Моке крестьяне отправлялись собирать мак. День имеет название Стожары. Так славяне называли скопление Плеяд, находившееся в созвездии Тельца. Появление этого созвездия обещало удачу охотникам. До этого в лесу не стоило появляться. Добычи не будет. Вообще древние славяне с особым почтением относились к звездам. Они считали, что это ангелы зажигают свет и смотрят на людей с небес. Продолжался сенокоз. И надо было поторопиться успеть запастись кормом для скота. Ведь впереди были дожди. Приметы. Если постоянно слышны раскаты грома во время грозы, ненастье затянется. Мошки и комары сбились в кучу. В ближайшую неделю установится хорошая погода. Как сохранить шею красивой? Мне часто задают вопрос о том, можно ли омолодить кожу шеи, которая выдает возраст женщины. Кожа шеи стареет раньше, чем кожа лица и выдает возраст женщины. Одна из причин быстрого увядания – отсутствие должного внимания за своим здоровьем. Регулярное профилактическое применение очистительных процедур толстого кишечника, печени, следование правильному питанию, посещение парной, сохраняет как организм, так и его кожу в великолепном состоянии. Помимо общего оздоровления, можно применять компрессы из сталой воды на область шеи. Это хорошо подтягивает кожу и насыщает ее водой. В итоге морщины разлаживаются и кожа шеи становится эластичной. Гимнастика для шеи. Сесть прямо, шея в вертикальном положении, голова не должна запрокинуть назад, то есть вот так не надо. Плавно поворачивая голову влево и вправо с постепенным увеличением угла поворота. Не торопимся. Немного отдохните, а затем опускайте голову вниз и поднимайте вверх. Сначала плавность и большой амплитудой, постепенно доводясь до максимально возможной для вас. Амплитудой, но не скоростью. То есть вот, 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 плавненько. Следующее движение. Вытягивание подбородкового периода. Вот так. Выполняется с учетом предыдущих рекомендаций. То есть, видите, я это слишком быстро сделал. Аж в вязах у меня тут подзаболено. То есть вот так. Такие упражнения очень хорошо влияют на кожу шеи, но выполнить их надо регулярно. Еще один совет. Не читайте лежа и не спите на высокой подушке. Это не только вредно, но и старит кожу шеи. Упражнение против двойного подбородка. Двойной подбородок портит лицо еще молодой женщины. Но с этим неприятным явлением можно успешно бороться. Вот специальное упражнение, которое надо выполнять ежедневно. Каждое упражнение надо выполнять с 5-6 раз, а затем увеличить до 12-15. Перед началом занятия руки, лицо и шею вымойте теплой водой без мыла. Насухо вытяните полотенцем и легонько вотрите талую воду в кожу. Так сказать. Небольшой компрессик сделайте. Теперь можно приступать к выполнению упражнений. Первое. Обопрыть с локтями об пол. Соедините большие пальцы вместе так, чтобы ладони представляли собой чашу. Подбородок положите на большие пальцы рук и легонько надавите подбородком на них. Одновременно с надавлением большими пальцами отодвиньте подбородок назад. Примерно так. Второе. Свободно и расслабленно. Опустите голову вперед. Подбородок должен коснуться груди. Круговым движением влево поднимите ее и максимально вверх поднимите подбородок. То есть вот так. Повторите движение в другую сторону. Наклон головой делайте свободно и расслабленно, чтобы голова опускалась под собственной тяжестью. При поднимании подбородка вверх ощущайте сильное натяжение в отконе. Вот ты хочешь, чтобы она натягивалась. При подъеме головы вдох, при опускании выдох. Медленно, плавно дышим. Третье. Положите руки на шею. Вдохните, поверните голову вправо. Потом влево. И выдохните. В крайнем левом и правом положении вы должны ощущать натяжение тканей подбородка. Вот здесь вот. Упражнение лучше все выполнять, сидя после упражнений ополосницы. Лицо сначала теплое, а затем прохладное водой. Прохладной водой лучше всего, чтобы она была талая. 17 июня. День Андрея. В этот день отмечают память нескольких Андреев. Архиепископ Критский, Рублев иконописец и Боголюбский. Святитель Андрей Критский написал много богодуховных писаний. Украсил церковь песнопениями и почтил многими похвалами Пречистому Деву Богородицу. Андрей Рублев принимал участие в росписи Успенского, Благовещенского и Труицкого соборов. Андрей Боголюбский способствовал распространению христианской веры, создал более 30 храмов. В сегодняшний день народе называли наливы. К этому времени на полях спели, наливались озимые злаки. И по их спелости судили о будущем урожае. Частенько в это время шли сильные дожди. Для крестьян сегодняшний Андреевский дождь был очень желанным, так как помогал получить богатый урожай зерновых культур. Приметы. Говорили, на Андрея овес до половины дорос. Если овес рос плохо, это к плохому урожаю. Если много ос, зима будет лютой. Появились желтые листья на деревьях к ранней осени. Какая погода на Андрея, такой она будет и на Калинника. На 11 августа. 7 рецептов женской красоты. Как поддержать свою фигуру? С мусором фигура женщины начинает ухудшаться. Процессы одрыхления можно отодвинуть на многие годы, если поддерживаются следующих простых правил. Первое. Контролируйте свою осанку перед зеркалом и выполняйте упражнения для ее поддержания. Второе. Больше ходите пешком. Третье. Не ешьте сразу по многу и не наедайтесь на ночь. После 18 часов лучше есть фрукты, простоквашу или пить травяной настой, свежевыжатые овощные соки. Откажитесь от вредной привычки есть во время просмотра телепередачи. Возле компьютера и от перекусываний между едой. Четвертое. Больше употребляйте свежих и отварных овощей. Пятое. Сведите к минимуму употребление сахара. Чаще ешьте фрукты. Шестое. В домах, где есть лифт, поднимайтесь на третий или четвертый этаж пешком. Ножки будут красивые. Седьмое. Два-три раза в неделю специально занимайтесь физическими упражнениями по одному-полтора часа. Восьмое. Систематически, не разу одного раза в месяц, взвешивайтесь и ведите дневник самоконтроля. Это позволит вам корректировать свою оздоровительную программу. Если надо, то поголодайте. Повысьте физическую нагрузку или отдохните. То есть на основании своих записей вы можете уже как-то регулировать свой образ жизни. Девятое. Не нервничайте по пустякам. Главное – душевное спокойствие. Уверенность, спокойствие, сила, красота, богатство. Десятое. Запаситесь терпением и волей. Эти несложные правила помогут вам всегда оставаться стройной и смело появляться в купальном костюме на пляже, где вы будете чувствовать себя молодой, красивой и счастливой. 18 июля. День Афанасия. Назван честь преподобного отца Афанасия Афонского. Родители Афанасия были люди благородные и благочестивые. С детства он привыкал к киноческой жизни в виде воспитавшего его черноризицу, непрестанно пребывающую в молитве и посте. Он, насколько возможно, старался подражать ей, постясь и совершая молитвы. Став взрослым, Афанасий заразительно вел беседы, исполненные духовной премудрости, ибо уста его были насыщены благодатью Духа Святого. Наши предки считали, что именно сегодня месяц празднует свой день рождения. Поэтому они отмечали месяц в праздник и проводили всевозможные обряды, связанные с Луной. Также верили, что в этот день Луна отдает свои силы людям. Поэтому обращались к ней и просили дать здоровье, благополучие и счастье. Приметы. Если на небе виден месяц, это к хорошему рожаю. Была также поговорка. На Афанасии Афонского месяц на восходе играет через край. Жди хороший урожай. Если сегодня месяц кажется туманным и большим, в ближайшее время погода изменится в худшую сторону. Месяц белый и блестящий, к похолоданию, но без дождей. Красота женской груди. Для поддержания красоты груди очень полезный ежедневный контрастный душ, а также протирание мелкими кусочками льда. Холод, вода и лед способствуют поддержанию тонуса и упругости кожи и мышц груди. Естественно, так умеренно все это надо делать, чтобы не застудить. Контрастная процедура хорошо помогает при вялости груди, вызванной резким похуданием, беременностью и кормлением ребенка, а также изменениями характерными, то есть пожилого возраста. Вечером перед сном хорошо осмочить кожу груди слегка под соленой водой. Очень полезно для женской груди плавание. Плавать желательно в течение всего года. По возможности не пропускайте отдых у моря. Морские купания способствуют восстановлению упругости груди и делают ее ткани более эластичными. Нормальная сексуальная жизнь способствует поддержанию тонуса женской груди. Этому же способствуют и мужские ласки, это части тела, поэтому не пренебрегайте этим. Чтобы женская грудь была красивой, за ней необходим постоянный уход с самого начала ее формирования. Упругость внутренних тканей груди и эластичность кожи можно сохранить, если регулярно делать специальные упражнения. Вот два основных упражнения. Первое. Встаньте на расстоянии 50 см от стены, вытяните руки вперед и начинайте давить кулаками на стену или дверь. Это упражнение укрепляет мускулатуру грудной клетки, особенно те мышцы, которые находятся под грудными железами. Тренированные грудные мышцы хорошо поддерживают женский бюст, не давая ему отвисать. Повышенный кровоток, возникающий во время оболнения этого упражнения, питает и мягкие ткани груды, поддерживая в них необходимый жизненный тонус. Второе. Лягте на пол, тело выпрямите, кисти, рук на плечах. Теперь как гусеница, постепенно верхнюю часть туловища поднимайте вверх. Задержитесь в этом положении на 2-5 секунд и плавно опуститесь. Отдохните 10-15 секунд, повторите 10-15 раз. Это упражнение надо делать 2-3 раза в неделю. Помните, что правильно, осанка в значительной степени способствует предохранению груди от преждевременного увядания и опускания. И наоборот, сутулость приводит к ее преждевременному увяданию. 19 июля. День Еремея и Сесоя. Ермий пострадал за веру в Иисуса Христа. Во время гонений при императоре Нумериане был арестован и убит. С детства, возлюбив Бога, преподобный Сесой взял на себя Иго Креста и подвязаясь в пустынях египетских подвигами поста. Он проводил жизнь равноангельскую, смирением и молитву, побеждая полчаса невидимых врагов. В отшельничестве провел 60 лет, получил от Бога дар чудотворения. Так однажды он смог воскресить умершего юношу. Сегодня полагалось окончить посевную. На эту тему существовала пословица. Всякий Еремей про себя разумеет. Когда сеять, когда жать, когда вскирды убирать. В этот день старались встать пораньше и пройти с босиком по росе. Считалось, что сегодняшняя утренняя роса обладает целебными свойствами и продаст сил, бодрости, подарит человеку крепкое здоровье. Существовали пословицы. Сесой, ходи по росе босой. На сесое и роса звенит, коли под косу летит. От сесоевых зовов роса силу берет, колость наливается. Хлеб поднимается худой, не намолен сесой. В этот день традиционно варили варенье из черной смородины. Приметы. Сегодня утром пройтись босиком по росе. Весь год здоровым будешь. Если сегодня идет дождь без ветра, ненасти будут продолжительным. Дождь, начавшийся сегодня после полудня, продолжится еще день. Простой способ избавиться от высокого давления. Многие годы мучилось от высокого давления. Оно превышало 200. Спасалось простым деревенским способом. Обыкновенным пшеном. Нужно взять 3 столовые ложки пшена, перебрать его, помыть, расстолочь в ступке, посушить и за день съесть без воды и не вареным. Вот такой интересный рецепт. 20 июля. День Авдотьи. Родилась она в семье Суздальского князя Дмитрия Константиновича. Впоследствии стал женой московского князя Дмитрия Донского. Именно их семейный союз позволил достичь мира между Суздалем и Москвой. Авдотья соблюдала строгий пост и носила вериги под княжескими одеждами. У нее было 5 сыновей. Все были очень удивлены, когда Авдотья решила принять монашеский пострих, после чего получила имя Ефросиния. В дальнейшем совершила много доброго. В народе сегодняшний день прозвали Авдотьей сеногнойкой. Примерно с этого времени начинались дожди, которые мешали заготовке сена на зиму. Сено от большой влажности начинало гнить. Начиналась жатва, с которой связано много традиций. Так сегодня отправлялись в поле, заворачивали серпы в полотенце. Согласно традиции, первый снов нужно было полотенцем обвязать, а потом нести в церковь и освящать. Процесс жатвы очень тяжел и утомителен, особенно для поясницы. Надо постоянно наклоняться. Чтобы меньше уставать, была такая интересная традиция. Женщина должна была срезать первые колоссия, сделать из них пояс, подвозяться этим поясом и произнести. Как матушка рожь год стояла, да не устояла, так чтоб и моя спинушка не уставала. После жатвы лежа катались по всей ниве и приговаривали. Нива ты, нива, подай мою силу. Сделать это нужно было в тайне от окружающих. И это позволяло снять напряжение с поясницы, а значит сохранить ее здоровье. В этот день гадали, например, бросали серп в ниву. Если он в землю воткнется, значит человек, на которого гадали, скоро помрет. Как серп в землю пойдет. Приметы. Если сегодня идет дождь, сено сгниет. Если на Авдотью начинался дождь, будет полоскать еще 7 недель. Лечение полипа прямой кишки. В 1968 году у меня в прямой кишке обнаружили полип. Врач порекомендовал мне делать клизмы с соком чистотела. Разведенным сначала пополам с водой, а постепенно количество воды уменьшать, а сока увеличивать. Через 10 дней полип исчез. Позже обнаружили фибромиомы. Посоветовавшись с врачом, я тоже стал лечиться чистотелом. Делал тампоны из сока чистотела пополам с водой. Чередуя их с тампонами, пропитанными рыбьим жиром, облепиховым или оливковым маслом. Фиброма исчезла. 21 июля. День Прокопа. Назван в честь святого великомученика Прокопия. Он отличался быстрой сообразительностью. Будучи отдан матерью эллинским учителям, скоро прошел все светские науки. В дальнейшем император сделал его воеводою и послал с войском в египетский город Александрию, чтобы там гнать, мучить и избивать христиан. Когда он шел на это дело, в воздухе появился крест блестящий, как хрусталь. Из креста послышался голос. От этого чуда Прокопий изменил свою веру. На Прокопия начинали жатву, потому и прозвали его жатвенником. Люди в течение всего этого дня находились в полях, убирая рожь. В этот день почитали икону Казанскую Божью Матерь. А произошло это так. От раковицы Матроне явилась во сне Богоматерь. Она сказала, что на том месте, где находится их дом, скрыта в земле ее икона и повелела объявить о всем духовным и мирским властям в городе. Ведение сие не один раз повторилось. Матрона поведала о всем матери, но та проигнорировала. Затем девочка увидела икону Богоматери в огненных лучах и услышала страшный голос. «Если ты не поведаешь глаголов моих, я явлюсь в другом месте, но ты погибнешь». Стали копать в обозначенном месте, но ничего не находили. И только когда стала копать сама девочка Матрона, показалась икона. А Иоанн Грозный повелел построить храм и поместить туда дивную икону. Крестьяне верили, что сегодня на полях можно встретить камаху. Некое насекомое, которое свивается в клубок и катается по земле. Когда под ноги попадается этот клубок, то для него будет благополучный год. Многие в этот день шли на поиски камахи. С этого дня собирали чернику. Ее ягоды считали обладающими многими полезными свойствами. Особенно полезна черника для поддержания хорошего зрения, лечения ревматизма, болезнях пищеварения, подагри и иных. Приметы. Если в июле жарко, в декабре будет морозно. Если утром туман и обильна роса, день будет ясным. И если нет росы, к дождю. Глухой гром, к дождику, огулки, к ливню. А какой предпочтительный? Красный, зеленый? Лучше всего зеленый, потому что зеленый зимой больше всего сохраняет биологических и сильных вещей. Отлично. Кстати, вы знаете, вот этот салат, это прям для меня. Почему? Ну, потому что я мясо не кушаю, а вот именно вот такая вот растительная пища, такого здорового, в здоровом своем состоянии, это прямо то, что мне нужно. Это хорошо. Я уже даже предвкушаю, как это будет вкусно. Множечек у вас есть, это очень хорошо. Потому что здесь, как мы говорили, содержатся аминокислоты, которые нужны нашему организму. Если человек мало употребляет мяса, то они будут в какой-то степени его дополнять. И самое важное, потихонечку, не порезается. Да, кстати, мы еще вот так вот, смотрите, что... Вы сейчас скажете, что это надо кушать. Да, оказывается, смотрите, что... Нет, я знаю, что там калий много в семечках. Ну, это для программы, а дома я семечку скушаю обязательно. В семечках содержится масса полезных веществ, и червячок в первую очередь съедает семечку. У меня вот это остается все время, это яблоко, вы знаете, дома. Ну, здесь-то я не дома. Нарезай, так. Ну, я поддержу вас. Теперь я нарезаю листья сердерея. Вот. Так, есть. А! Так. Какой дух идет, кстати? Мы опять же натираем на крупной терке, да, яблоко? Можно натирить, да, действительно, на крупной терке. Вместе с кожурой. Лучше всего с кожурой, потому что в кожуре содержатся еще микроэлементы. И мы думаем, что полезна самая мякоть. Нет, на самом деле больше всего пользы это в кожуре и в косточках. Ну, а вот какие сейчас могут быть яблоки, вот скажите? Во-первых, уже, да, как они хранятся зимой? Яблоки и яблоки выбирайте наши семеринку. Зелененькие яблочки, потому что они самые полезные, самые нужные. А те, которые привезены из-за границы, конечно, их лучше всего не выбирать. Натираем, да? Молодец. Ну, возвращаясь к сельдерению, что я могу еще сказать про него? Сельдерей обладает успокаивающим действием, кстати. Да вы что? Да, после конферта. Никогда бы не подумала. Вот, он, оказывается, обладает успокаивающим действием. Очень хорошо сельдерей включать в меню с сахарным диабетом. Помимо этого, он улучшает еще водно-солевой обмен. Хватит чистить. Хватит. Я прям так увлеклась. Много, наверное, да? Поэтому особенно рекомендуют его пожилым людям. Вот. Да. И, кстати, яблочко, действительно, яблочко, как сладкая часть, его должно быть побольше. Плюс здесь содержится и железо биологически активное. Поэтому такой салатик будет еще способствовать и к ретворению. А красота-то какая? Вот красная, рыжая, зеленая. Все это действительно поднимает настроение. У нас уже получилась основа нашего салата. И теперь можно к нему приготовить тот или иной соус. Но сначала давайте попробуем. А стоит ли это делать и какой соус? Нет. Сладкий или, допустим, какой-то там горький или еще. Ну что? Ну можно какой-то пикантности такой немножко добавить. 22 июля, день Панкратия. Назван в честь святого священномученика Панкратия, епископа Тавраменийского. Будучи отроком, Панкратий видел Иисуса Христа, общался с апостолами. В дальнейшем он, отказавшись от имени, доставшегося ему по наследству от родителей, ушел в Пантийские горы. В одной из пещер Панкратий пребывал в уединении, посте и молитвах, предавшись самопознанию и находясь в общине только с Богом. В дальнейшем был назначен апостолом Петром в епископы. В этот день пробуют первые огурцы. К этому времени они созревают на грядках. Продолжался сбор черники. Крестьяне даже на некоторое время отвлекались от сенокоса и уделяли время на сбор черники. С ее помощью очищали кровь, лечили печень, укрепляли глаза и многое другое. Приметы. Если уродилось много черники, зима будет морозной. Если черника еще не созрела, будет осень холодная. Первый собранный огурец обязательно закапывали в огороде в тайне от соседей. И это обеспечивало хороший урожай. Хозяйка хочет своему любимому сделать приятное, чтобы все у нее было красивее. Мне кажется, мужчина все равно эстет. Все равно. Поэтому хочется, чтобы глаз его радовался. Запахи – это запахами, но восприятие визуальное тоже немаловажное. Поэтому мы все сделаем красиво. Давайте. И когда все это красиво, у мужчины возникает… Это 99% успеха. Правильно. У мужчины возникает желание. Вначале съесть, попробовать. Так, съесть, да. А когда он съест, уже сельдерей начнет действовать. И тогда женщина как раз возьмет то, что она задумала. Вот таким и коваром. Когда готовила. Ага, ну что, будем пробовать? Ну, пожалуйста. Да. И, кстати, листовой сельдерей благотворно действует на сердечную мышцу, укрепляет ее и используется в народной медицине как эффективное средство против подагр и ревматизма, чтобы у вас, мужчина, был здоровый, обязательно, особенно здоровое сердце. Как вкус? Вкус сильнее. И здесь, чем дольше жуешь, тем лучше появляется вкус. А вот сейчас мы дошли до остренького. Да, вкус меняется. И вообще сельдерей содержит большое количество воды, что делает его отличным продуктом для любой диеты. А сельдерея не поправляется, ваш избранник будет стройным. Это еще объясняется тем, что много воды, имеется еще клетчатка, которая дает прекрасно работает желудочно-кишечный тракт, и человек чувствует себя буреньким. Оксаночка, пробуешь? Как? Вот нравится тебе? Да, мне очень нравится. Долго его жуешь? Да, очень нравится. Вкус получается совсем иной. Сначала вроде как трава травой, а тем не менее дальше жуешь. Вкус великолепный. Кстати, сельдерей полезен и для зрения. Он содержит питательные вещества, которые полезны для кожи и волос. Хотим, чтобы волосы были роскошные. Кожа великолепная. Сельдерей едим. Он прекрасно, дополнительно очищает кровь. И что важно отметить, важно особенно отметить, что когда человек ест такой салат, такой чешковый сельдерей, и пьет сок из него, одна часть сельдерейного сока, две части морковного сока, то поддаются, не надо медом, поддаются любые кожные заболевания. Потому что очищается кровь. А? Вот какой. Просто уникальный какой-то продукт. У меня на даче растет такой громадный куст, каждый сезон вырастает. И вот я так периодически его съедаю к концу сезона. И правильно. Желаю всем, телезрительницам и телезрителям, съедать по такому кустику сельдерея. Это очень полезно. В течение сезона? В течение сезона. Не, ну а все, что продается в магазинах у нас зимой, тоже можно безопасно использовать. Вот это и корень, и стебель, и листья. Все можно использовать. А, и диету. Можно на диете сельдереева сидеть. Лев. 23 июня-23 августа. В этот период проявите заботу о сердце, печени и грудном отделе позвоночника. 23 июля. День Антония. Назван в честь преподобного отца нашего Антония Печорского. Он много странствовал по свету. Больше всего ему понравилось на Афоне. Обходя его монастыри, он удивился жизни в них святых отцов, которые, будучи во плоти, возвышались над человеческой природой, подражая в подвигах бесплотным ангелам. Он долго упражнялся здесь в подобном житии. Потом был отпущен домой в землю русскую. Он перенес подобный опыт в Киев, основав здесь лавру. В народе говорили, что сегодня наступил Антоний Громовержец. Славяне большое значение придавали грому, даже были приметы. В это время начинает цвести картофель, а в водоемах появляется большое количество рязки. Рязку использовали для удобрения, ею кормили домашнюю птицу. В народе существовало поверье. Там, где находилась рязка, живут русалки. Сегодня старались не ходить к водоемам без особой необходимости, чтобы водяные духи не завлекли человека своими чарами и не утопили. Приметы. Много рязки в реках, озерах год плодородным будет. Если сегодня ночью началась гроза, к хорошей погоде. Если день Антония приходится на пятницу или среду, да еще гремит гром, рыбалка будет успешной. Стручки акации поспели, значит рожь созрела. Готовься к уборке. Артистка шоу «Большая разница» Света Галка. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Доброе здоровье. Света, вы еще служите в театре? Ой, вы знаете, Геннадий Петрович, честно говоря, немножко такая для меня больная тема, потому что репертуарный театр сегодня не позволяет артисту, так сказать, выжить в Москве особенно. Поэтому артисты все больше идут работать на телевидении, в кино и антрепризы. Поэтому я сейчас служу в антрепризе при театре киноактера. Мы сейчас репетируем потрясающую комедию, которую сдаем в конце апреля. Я вас обязательно позову. Это будет премьерный спектакль, комедия, режиссер Роберт Манукян. Пьеса замечательная. «Три грустных мужа и один веселый». Так называется. Вот это действительно очень хорошо. А как вы питаетесь? Я вижу, вы стройная. Вы должны за собой следить, тем более Елену Малышу пародируете. Поэтому... Абсолютно с вами согласна. Руки мойте переделаю. Но помимо... Помимо того, что я пародирую Елену Малышеву и еще очень много различных героев, конечно, приходится следить за питанием. Я думаю, та актриса, которая скажет, что она ест все подряд, думает, что все-таки она будет лукавить. В репертуарном театре в настоящее время не работаю, зато я работаю в антрепризе при театре киноактера. Мы сейчас репетируем замечательный спектакль. Скоро его сдаем. Я обязательно вас приглашу. Но не на премьеру. Потому что на премьеру все еще выходят с глазами какающей кошки. То есть еще такой ужас в глазах. Хорошо, хорошо. Будет где-нибудь спектакль третий, четвертый, пятый. Я обязательно позову, когда уже будем более уверены. Спектакль называется очень интересно. Три грустных мужа, один веселый. Наверное, неплохо питаются. Нужно целебное кулинарию. Ну, в связи, конечно, с репетициями график питания, в общем, нарушается. Хотя в связи с тем, что у меня есть проблемы с желудком, я все-таки стараюсь приготовить что-то себе. А что это за проблемы с желудком? Ну, я думаю, что многие артисты вам скажут, что у них проблемы с желудком из-за нерегулярного питания. Ну, гастрит. То есть как только... Воспаление слизистой оболочки. Только сбои в питании, как только это бутерброды и кофе... Ну, не только сбои в питании влияют на нашу слизистую желудка. Оказывается, эмоциональное состояние очень сильно влияет. Еще даже более сильнее, нежели питание. Это надо запомнить. Я даже скажу больше, когда я ходила к гастроэнтерологу, он сказал, один из рецептов – это философское отношение к жизни. Сказал, Света, потому что у вас... Ну, как бы, видимо, по психофизике вы, может быть, переживаете, да, или какие-то... Тут что-то там вот немножко начинает не так реагировать. И знаете, я скажу, что чем сильнее человек, тем он сильнее переживает, и тем он больше вредит своему собственному организму. 24 июля – день Евфимии. Назван честь воспоминания чуда святой великомученицы Евфимии Всехвальной. Чудо произошло от честных ее мощей во время 4-го Вселенского собора святых отцов и было для них знамением. В день святой памяти ее, в который она пострадала за Христа, каждый год текла из честных мощей ее кровь, как будто только что вытекшая из рам. Кровь была весьма благоуханная, как будто бы смешанная с драгоценным миром и исцеляла всякие болезни. Само чудо заключалось в следующем. Написали два свитка. «Правоверный свой, а зловерный свой». Запечатали своими печатями. Открыли гроб святой и положили оба свитка у нее на груди. Закрыли гроб, приложили царскую печать, приставили стражу и три дня постились и молились. На четвертый день пришел царь и весь собор к честному гробу святой. Сняли царскую печать, открыли гроб и увидели, что свиток правоверных святая великомученица держала в правой руке, а свиток зловерных лежал у нее в ногах. Удивительное всего было то, что она протянула руку, как живая, подав царю и патриарху свиток правым исповеданием. Итак, наступило время страды и гроз. Сегодня спешили убрать рож и собрать сено в копны. Приметы. Если на Эфиме гром прогремел, будет хорошая рыбалка. Чем больше щавеля на грядках, тем теплее будет зима. Я действительно стараюсь следовать правильному питанию. Я стараюсь питаться приготовленным на пару и следую относительно раздельному питанию. То есть белки отдельно... На пару и раздельному питанию. Сразу же с учетом целебной кульверии там оказывается возможно малый процент энзимов, ферментов, которые как раз и руководят всеми процессами организма, жизненные. То есть на пару. Все-таки какие-то вещества уничтожаются. И еще что-то. Ну и стараюсь пить свежевыжатые соки. Свежевыжатые. Это очень хорошо. А какой ваш любимый овощ или там... Ну, учитывая, что у Чехова ружье висело на стене. Выстрелило. Смотрю, у вас лежит моя любимая морковь. Вообще-то я... Мне нравится вообще, во-первых, цвет моркови. Он такой оранжевый, такой жизнерадостный, солнечный. Я сама овен, родилась в апреле, поэтому мне нравятся такие... Продукт, в первую очередь, действительно влияет своим цветом. Ну и, соответственно, насколько я знаю, там есть витамин С. Витамин С? В достаточном количестве. Морковь? Да. И говорят, что он способствует тоже улучшению пищеварения, если я не ошибаюсь. Вы немножечко ошибаетесь, дело в том, что морковь в основном ценят за то, что здесь много каротина. А, да, вот каротин, правильно. Который превращается в витамин А, а уже витамин А дальше уже делает нашу кожу красивой, там, ногти, слизистые оболочки. И, кстати, он еще защищает, вообще морковка защищает от разного рода онкологии и считается хорошим противоязвенным фактором. Поэтому правильно, интуитивно, как человек творческий, вот, вы сразу почувствовали, какой продукт вам больше всего поможет. И, кстати, если говорить о полезных свойствах моркови, то они объясняются ее богатым составом. Там есть и витамины группы В, правда, маловато, но есть. Витамин ПП, который делает наши сосудики крепкими, чтобы они нормально реагировали. Чтобы не ломались, были эластичны. Витамин С есть. Есть. Витамин Е есть, витамин К и особенно много каротин. Каротин сначала работает по слизистым оболочкам, там, по коже и так далее, а дальше начинает нас защищать от разного рода онкалорий. Поэтому морковочку вы подобрали то, что надо. И, кстати, мы с вами сегодня в нашей кулинарии целебной знаете, что приготовим? Что? Суп. Из моркови? Да. Ну, будем варить. Честно говоря, знаю, что ее добавляют в супы. 25 июля, день Прокла. Назван в честь святых мучеников Прокла и Илария. Они отказались принести жертвы ложным богам. Игимон стал Прокла стращать муками, на что Прокл ответил, что, мол, ты, Игимон, первым признаешь моего бога Христа. Разгневанный Игимон приказал мучить. Потом Прокла стали перегонять в другой город. По дороге он помолился и все остановились. Кони не хотели продолжать путь. Вот тут-то и признал Игимон силу Христа, о чем и написали в Харте. Считается, что на Прокла бывают самые большие росы. Поэтому этот день назвали Прокл плакальщик и говорили, на Прокла и поле от росы промокло. Эту росу использовали, чтобы уберечься от сглаза. Для этого надо было просто умыться ее рано утром. Для того, чтобы собрать росу, на траву клали простыни, а потом отжимали. Повторюсь, эту росу считали лучшим средством от сглаза и порчи. Девушки сегодня старались вставать до рассвета и умыться росой, чтобы сохранить красоту и молодость. Снахари в этот день собирали травы, из которых готовили снадобья и лечили народ. Приметы. Если нет росы и тумана в низинах, будет ненастье. Если сегодня много росы на лугах, год будет удачным. Мы с вами не просто сделаем суп, а особо целебный суп, который называется сырой калевый суп. В него входит морковка, как основной компонент. Морковки мы возьмем примерно около 300 грамм. В нее входит в этот суп свекла и в него входит шпинат. Видимо, все это мелко будем рубить, я так полагаю. Это, наверное, будет крем-суп. Да. Мы очень мелко порубим все. и все это съедим с вами. Но варить мы его не будем, это будет как холодный суп. Варить мы не будем. И получается, что именно вот этот суп за счет того, что очень много щелочных элементов, микроэлементов, он будет способствовать тому, что различные отложения, которые у нас есть, он будет рассасывать и выводить. очень хорошо там от подагры будет помать. Вообще снимает. Нет, у меня их нет, я так теоретически скажу. Он снимает различного рода интоксикацию, потому что если человек питается неправильно, допустим, находится в помещении, в котором накурили, пассивное курение, все это всасывается в наш организм, женивидительность его снижается. А мы ее повысим этим супом. Итак, для этого мы будем использовать соковыжималку. Поэтому это отодвинемся. Я буду как эхо стоять рядом и повторять каждое ваше слово. Для этого нам понадобится соковыжималка. Я буду говорить соковыжималка. Соковыжималка. Мы ее сюда ставим. Помочь чем-нибудь? Помочь. В своем присутствии. Морковочку сюда взять, поставить. морковь мы будем как-то чистить сначала или она уже готова? Дело в том, что я морковочку уже помыл. мы ее просто помыли и все и она у нас готова. Кроме что вот эти кончики надо отрезать. Я могу отрезать. Отрезай, пожалуйста. Потому что как морковку не мой, а вот эти кончики будут А сколько нам понадобится морковинок? Две? Морковинок нет. Нам понадобится больше морковинок. Морковинки. Кстати, Светлана, а что вы любите делать сами из моркови? Я люблю вообще конечно ее есть в сыром виде, когда она свеженькая, выдернуть ее из грядки. О, когда она самая полезная. Когда удается в это время быть там на даче. А в основном я люблю использовать ее в салат. То есть я ее мелко натираю, смешиваю с черносливом, добавляю в сметану. И вот такие салаты очень люблю есть. Говорят, что именно морковь лучше усваивается с растительным маслом или вот со сливками и сметаной. Это правда? То есть не просто ее одну есть, а вот именно с этими ингредиентами. Вы знаете, так как ученые говорят, что якобы действительно это все усваивается лучше со сметаной и сливками, но я на своей практике убедился, что она усваивается прекрасно и без всяких сливок и масла. Поэтому ее можно пить свежим в виде без всякого яка. А я тем временем свеколку возьму так, о, хорошо, ну как на вкус. Так, и у нас еще шпинат. У нас свекла и у нас шпинат. Шпинат особо ценен тем, что в нем есть различные такие вот кислоты естественные, которые растворяют все отложения образующиеся, знаешь, от чего рассказать? От чего? Оказывается, когда мы едим, попробуем. Что-то похож на шавель. Это шавель и шпинат одинаковый, кисленький. Кисленький. У меня родилась кроликом, да. Так вот, те вещества, которые здесь содержатся во всем этом супе, способствуют тому, что особенно кальций, который имеется у нас в пище, в том же молоке, в том же твороге, в других продуктах, во время термической обработки он становится не таким доступным биологически. И поэтому он откладывается, где он откладывается? Он откладывается в сосудах, делая их черствыми, он откладывается, ну, допустим, если в стенках вены, это варикозное расширение, если в этой области, значит, проблемы будут с геморроем, он откладывается в сердечные мышцы, тоже вызывая неприятные такие явления. А шпинат помогает? А шпинат особенно хорошо его, то есть шпинат в этом калиевом супе не заменит. 26 июля, день Архангела Гавриила, назван честь собора Святого Архангела Гавриила. Посол, принесший в город царское милостивое слово, принят бывает всеми гражданами того города с особой честью. И тем более должно почитать особым празднованием причастейшего посла небесного царя, величайшего князя ангельского, пришедшего ко всему роду человеческому, премногом милостивейшим словом, возвещающим вечное наше спасение. Так был утвержден праздник в этот день. Поспевает рожь и начинает клонить стебли к земле. Продолжалась жатва. Взрослые весь день были в поле, радовались хорошей погоде и старались как можно скорее убрать урожай с полей. Приметы. Если сегодня теплая солнечная погода, осень будет длительной и мягкой. Холода придут не скоро. Если сегодня дождливый день, то зима будет с морозами и пургой. Грачи в стае собираются, дело идет к осени. Итак, мы с вами берем шпинат первым делом у нас пойдет. мы берем импровизируем. Прямо пойдет пучок у нас. Не надо срезать вот эту помпушечку? Нет, все будет отлично. Дальше что готовить сразу? Морковь или свеклу? Свеклу. И мы это сначала даем. Надо подальше отойти. Надо было фартуки активить. Без фартуков. Не совсем правильно работать без фартуков. Хорошо. если бы здесь было иллинмал, то она бы наверное была намечением. Вот что? О, пошло дело. Ну такая... И теперь морковь. Морковь на консистенция получает. Еще нужно. Морковь на консистенция это то, что надо. А у этого внуки напоминает газонокосилки, когда вы пройдете. Действительно может и напоминать. Морковь на консистенция капай. И морковь. Еще надо свеклу? Нет, свеклу не надо. Еще морковь последний раз у нас настрой. Ну то есть как бы на глазок в принципе. Нет, дело в том, что здесь мы поступаем не на глазок. Должна быть определенная пропорция. А пропорция такая. У нас в три раза должно быть больше морковного сока и по одной части свекольного и шпинатного. Тогда нормально. Если слишком много будет свекольного сока, он сильный по себе. Может быть головокружение и его неприятно пить. А так как мы сделали... Да, морковь она же сладкая, поэтому, наверное, она... В качестве основы. В качестве основы она... Ну как? Ну красиво, очень красиво. Такой, какой-то такой цвет, именно испанский такой, вот что-то в нем, да? Терракотовый. Да, терракотовый, он не красный, не оранжевый. Ну, посмотрим, правильно я вставлю пропорцию. Как будто краска разведена. Подавать его можно, конечно, и в пиалочках, в этот наш суп сырый, калевый. Но мы сделали в чашечках. Итак, Света, за ваше здоровье. Я пробую и говорю. За здоровье. На здоровье. На здоровье, ну как? Теперь ваше мнение. Да, очень вкусно, кстати. 27 июля. День Акилы. Назван в честь памяти святого апостола Акилы. Он, один из семидесяти, был учеником святого апостола Павла, и им был поставлен в епископы. Святой Акила, проповедуя Христа, привел ко спасению великое множество душ человеческих, обратившие язычников от идольского служения и крестивши. Претерпевший немало напастей, он был убит неверными и обрел покой на небе с прочими святыми апостолами по благодати Господа нашего Иисуса Христа. Считается, что с этого дня начинает постепенно наступать осень. Этот день часто выдавался пасмурным и дождливым, с сильным ветром и грозой. Что касается погоды, то она становилась очень переменчивой. Согласно старинным поверьям, сегодня на свет выходила нечистая сила в виде молнии, поэтому старались без особой необходимости не покидать свой дом во время грозы. В этот день нужно было обязательно задобрить полевого духа. Согласно преданию, он живет в поле и защищает посевы от непогоды. Для этого оставляли у последней полосы жатвы горшок каши, а на саму полосу клали пучок ржи. Считалось, что эти действия будут залогом хорошего рожая в следующем году. Народе верили, что нечистая сила сегодня может обратиться птицей, домашним животным и даже ребенком, поэтому были сегодня особенно внимательны. Главной опасностью этого времени были молнии. Было замечено, что в одни деревья молнии ударяют намного чаще, чем другие. Не стоит находиться в грозу под такими деревьями, как, запоминаем, сосна, ель, дуб, береза. Оказывается, их корни уходят глубоко в землю и выполняют роль своеобразных громад водов. Невысокий кустарник считали на лучшем убежищем. Приметы. Если чайки плавают в водоемах в хорошей погоде, обращайте внимание на соль и сахар. Если они засыхают комком, будет жара. Вот этот вот супец, который мы будем с вами потреблять хотя бы раз в день или через день, будет спасаться тому, что те вещества, которые мы съели в виде хлеба, ну, с хлебом там, с вареными овощами, и остались в нашем организме, будут потихонечку растворяться и выводиться. Лучше заработают почки, печень, кстати. На меня не окажет это какой-то сейчас эффект сломительного средства? Нет? Немножечко выпейте. Немножечко выпейте. И очень верное замечание. Значит, все сначала опробуйте буквально такие с ложечки. Почему? Потому что человек не привык питаться свежей пищей. Он не привык, что сразу такое белье фермента попадает в его организм. И они быстренько начинают работать там у него. И его может немножко... И вот это как раз прослабление будет говорить о том, что идет очищение. И пускай себе она идет, очистится. И после того, как все это закончится, все эти процессы, будете чувствовать себя великолепно. Все будет усваиваться, съели, и все усвоилось так, как надо, одна сила. Кстати, я... Как говорят в Италии, чин-чин. Чин-чин. А, Геннадий Петрович, вообще, когда пьешь, это напоминает сок свежевыжатый. А вот мне кажется, если бы мы туда, например, добавили обжаренный черный хлеб, то есть в качестве гренок солененьких, такой, мне кажется, был бы тоже пикантный вкус. Вот смотрите, когда мы добавляем что-либо обжаренное, вот это все что-либо обжаренное, оно уже, понимаете, делается несъедобным. Мы его употребляем, и оно вроде бы у нас усваивается. Но смотрите, что делается. Тот же кальций, который в процессе термической обработки слегка становится неорганическим, он сначала печень нашу загрязняет. И, кстати, способствует тому, что начинают потихонечку образовываться желчные камушки, песочек в печени. Раз. Далее, пройдя еще через печень, он начинает оседать у нас в сосудах, вызывая варикозное решение вен и геморрой. Уж извините за выражение, да? Дальше, продолжая свое движение, неорганический кальций, начинает откладываться в почках и вызывает появление там песка и камушков. Света, и возвращаясь к морковке, оказывается, она обладает еще такими целебными свойствами, как укрепляет сетчатку глаза. То есть, если мы будем пить вот этот сок, то мы будем хорошо и видеть. И даже в темноте. Особенно при моей профессии, когда столько приходится учить текстов. И, кстати, текстов учить. Дело в том, что когда, я сам знаю, софиты смотрим, у нас слизистые сохнут, возникают различные такие заболевания, как конюктивиты, блефориты, вот, то все это также будет уходить. Это хорошая профилактика от этих заболеваний. Вот я это запомнила. Потому что слизистые укрепляются. Слушай, а вот у тебя еще дача, ты говоришь. А что там? Только морковку сажаешь там или что? Ну, начнем с того, что дача не моя, построена родителями. Вернее, они купили настоящий деревенский дом с печкой, довели его до совершенства. Там 16 соток. Ну, это хорошо, земли много. Другое дело, что там 280 километров, я на машине летом туда легко доезжаю за 3,5 часа. Честно говоря, о земельке-то я пока не шибко думаю. Не хочешь руки так сказать, чтобы соприкасались. Ну, я вообще люблю там ягоды какие-то пособирать. Да, то есть как бы... А какие ягоды растут? Ягоды растут, крыжовник, малина, черная смородина, черноплодка, коринка, в народе называемая, не знаю, как это еще по-другому называется, клубника, земляника. А что с ягод делаешь? Просто так кушаешь. Мы с мамой делаем соки, выжимаем, да. О, это очень интересно. А как вы их делаете? То есть папа у нас пьет водку. Из-под нее остаются пустые бутылки. И эти бутылки мы потом используем, когда делаем с мамой сок там яблочный или смешиваем, допустим, ягоды. И в эти бутылки потом у нас целые ряды сока. 28 июля. День Кирика. Назван через страдания святых мучеников Кирика и Иулиты. Иулита – мать Кирика. Во время гонения на христиан она оставила богатое имение и бежала с трехлетним сыном. Но их выдали и стали пытать мать. Ее обнажили и били беспощадно жесткими жилами. Когда били мученицу, дитя, смотря на это, плакало и вырвалось из рук держащих его, чтобы пойти к матери. Его пытались остановить, но он покорябывал лицо начальника и его бросили с лестницы, и он умер. Согласно древним поверьям, сегодня наступала середина лета, и обычно сегодня шли дожди. Женщины почитают в этот день свою заступницу и защитницу матушку Улиту. Так ласково они называли и Улиту. В этот день они отдыхали. А старобрядцы считали Улиту и ее сына Кирика своими покровителями. Приметы. Нельзя жать на Улиту. Можно увидеть дурное предзнаменование. Сегодня солнечные лучи обладают особой целительной силой. Что вот эти центрофуговые соковыжималки лучше всего давят коренье. А ягоды давят больные. Другая у нас, другая, попроще такая. Шнекова какая-то. Она, я забыла как она называется. Но крутит. Ну да, она не такая, может быть, просто вот резкая. То есть ягоды же, они пластичные, мягкие, поэтому там не нужно такое сильное давление. Ну и что дальше делаете? Вот свежий сок, он же бродит или еще что-нибудь. А у мамы какой-то есть рецепт, мы немножечко песочек туда все-таки добавляем. Какого песочка? Сахарного. Сахарного песочка. Да, да, с сахарного песочка немножко. Но тем не менее, вот что говорит о том, что все-таки продукт мы делаем натуральный. Если пробочку-то мы отвинчиваем и сок не выпьем, например, на протяжении пяти дней, если мы не выпьем этот сок, даже четырех, плесенью покрывается. А это говорит о том, что это натуральный продукт. Он быстро портится, потому что натуральный долго не стоит. Ну, а в остальном очень люблю, если это сезон, то, конечно, все с грядки. И помидоры, и огурцы, все, чтобы было с грядки свежее, и зелень. Это очень правильно, потому что сезонное питание самое правильное. Поспели огурчики, огурчики, помидорчики, помидорчики. То есть мы свой организм пополняем микроэлементами последовательно. И самое важное, что наш организм их и держит внутри себя. А если мы вот как-то питаемся вне сезона, да. И, кстати, когда огурец вырастает летом на грядке, он борется против жары и высыхания своей особой, так сказать, оводненностью. Это передает организму. Не хочется пить воды, и не так жарко становится. Если этот же продукт мы употребляем зимой, когда сыро, холодно, мы начинаем мерзнуть. Вообще да, наверное. Вот что получилось. Они же такие прохладные огурцы. И, кстати, о сезонности питания. Сейчас как раз сезон питания корнеплодами. И самый лучший корнеплод – это, как еще в Древнем Риме говорили, морковь. Поэтому... То есть именно в Древнем Риме говорили морковь. Да, и еще они начали... Еще они там начали пользоваться морковью, говорили о полезных ее свойствах. Вот что оно способствует тому, что детки лучше растут. Люди выглядят как морковка. И я думаю, что все, кто будет питаться морковным соком, будут иметь ясные глазки, как у нашей Светланы. Уверена. Да. Кстати, и зубки, и маль хорошая становится, и стройную фигуру. Поэтому кушайте морковь, и ешьте наш калевый суп сырой, и вы будете такие стройные, как Светлана, ну и вроде как и я. И Геннадий Петрович. Да. Доброго вам здоровья. Светлана. 29 июля. День Афиногена. Назван через страдание святого священномученика Афиногена и десяти учеников его. У святого Афиногена в уединенном месте был маленький монастырь, где он жил с десятью учениками своими в посте и молитвах. Мученики забрали его учеников. Он в это время отсутствовал и повели на мучение. Афиноген, узнав об этом, пошел следом. За отказ принести жертву языческим богам, стали жестоко пытать. Он стойко выдержал пытки, слышал с неба голос. Начиная с этого дня, становилось прохладнее и днем, и ночью. День повернул к осени, и больше сильной жары не будет. В этот день крестьяне выходили на первый покос, отправлялись с целыми семьями, а после работы пели песни. Впереди обычно шел хозяин вместе со снопом, а уже за ним шли работники. Первый сжатый сноп крестьяне ставили в красный угол, где находятся иконы. Считало, что зерно будет целебным и использовали для лечения болезней. Вообще, уважительное отношение к зерну обеспечит получение богатого урожая. Несколько нежатых колосев оставляли в поле. Они предназначали сбогу плодородия в качестве жертвы. Приметы. Густой туман к грибному году. Полевые мыши сегодня едят посевы к длинной и морозной зиме. Сегодня идет дождь к хорошему урожаю хлеба. Козьма Прудкова говорила, что зри в корень. Сегодняшнюю программу я посвящаю полезным корням. В меню у нас сегодня корень петрушки. Видите, какой он корень петрушки? Корень сельдерея еще больше, а также репа. А в гостях у нас Таня Валич. Здравствуйте, Евгений Петрович. Таня, она больше ягодка. Это я как корешок. Ну вот я вам как ягодка скажу, что, конечно, сельдерей это то, что встречается у меня в домашнем меню. Про репу я слышала. Но я думаю, любой человек, знающий сказки, имеющий ну хоть кого-нибудь из детства, кто читал ему эти сказки, конечно, помнит про эту репу, которую мы тянем-потянем, вытянуть не можем. А вот про корень петрушки я слышу впервые от вас. Хотя, в общем-то, наверное, это логично, что у петрушки есть корень. Но для меня это новость. Новость. Оказывается, мы действительно все привыкли к тому, что петрушка есть у нас листовая. Да. Но откуда она растет? А растет она с корня. Она как морковка получается. Да, это можно еще назвать, ее вообще называют белым корнем. И в отличие от морковки, вот она вот просто беленькая. А знаете, я еще обращала внимание, дайте я посмотрю, что у вас тут с петрушкой. Ага. Вот типичная зелень, да? То есть стебель и все, и он отрезан. А я иногда на рынке покупаю с таким маленьким корешочком. И когда вы мне сказали, что у нас в меню корень петрушки, я подумала, что это вот такой маленький корешочек, который я иногда вижу на рынках. Дело в том, что когда сажают петрушку семенами, она действительно начинает прорастать. Еще есть и семена петрушки, они, кстати, тоже очень полезны, что важно понимать. То этот маленький корешок, укореняясь, вырастает вот таким вот здоровым корнем. Слушайте, а очень пахучий он. Пахучий, да, действительно он пахучий. А давайте чуть-чуть отрежем и услышим, какие там у нас эфирные масла. Яркие они, потому что у сельдерея, конечно, очень яркий. Кстати, вкус его сладковатый, много различных эфирных масел, за счет чего он оказывает свое специфическое действие. У сельдерея тоже целые. Они похожи. Они похожи. Но этот как-то... Они похожи, действительно. Потоньше, что ли. Вот этот сельдерей, он как будто бы поэлегантнее. А у петрушки аромат похож на сельдерея, но более такой брутальный, более мужской. Но они и внешне, в общем-то... И теперь, когда мы говорим о сельдерее и петрушке, в белом корне важно отметить следующее, что корень петрушки, вообще петрушка это очень сильное растение, поэтому в большом количестве ее использовать ни в коем случае не надо. Особенно беременным женщинам возможен выкидыш, срыв. Поэтому петрушечку едят в меру, добавляют там супы, хорошо использовать ее так же, как приправу к различным блюдам, особенно к местам, она туда смягчает, их делает более вкусными. И важное свойство заключается в том, что как в петрушке, в зелени. Кстати, вот в зелени она зеленая. Значит, здесь больше хлорофила. Из хлорофила у нас вырабатывается, кровь формируется. А здесь, естественно, хлорофила у нас мало, зато много солей калия, кальция, магния, фосфора, железа, каротина, витаминов там С, П и прочее, прочее, прочее. Да, даже есть витамин В1, В2. Так вот, важно отметить следующее, что в основном много солей калия. Калий что делает у нас? Я вам сейчас отвечу. Биологический активный калий. Калий, по-моему, влияет на работу сердца. Калий влияет и на работу сердца, и влияет на работу почек, и он активно гонит из организма в воду. 30 июля, день Марины, назван честь страданий святой великомученице Марины. Девнадцатилетней девочкой она услышала от одного человека Божие Слово о Христе Иисусе и распалилась сердце ее божественной любую. За отказ принести жертву идола была жестоко пытаема. Потом хотели утопить, но затраслась земля, веревки развязались. Сверху над головой мученицы засияли лучи несказанного света, и явилась белая голубка, сходящая сверху, подобно солнцу, свинцом золотым. На Руси считали, что сегодняшний день – время молнии и зорниц, которые предвещали засух и пожары. Запрещалось смотреть на молнии и без особой необходимости выходить из дома. В этот день наблюдали за погодой и по приметам судили, какой будет наступающая осень. Приметы. Если сегодня гроза, осень будет дождливой. А вот жаркий и сухой день сегодня предвещает малоснежную, но холодную зиму. Если днем очень жарко, а ночью холодает, следующий день будет ясным и солнечным. То есть петрушка является прекрасным, мочегонным естественным средством, которое можно применять для отеков, для очищения. Так получается, вот утром встали отекшие, корень петрушки съели. Крышочек петрушки действительно мы с вами можем просто-напросто или натереть на терочке. А я вот сейчас вот отрезала эту пимпочку, да, и хочу попробовать. А вкусный. Я все сравниваю с известным мне сельдереем. Сельдерей более острый, как оказалось. А этот сладковатый. А вот еще вопрос. Кора. Есть ее с корой или не есть? Кого ее? Его. И напоминает чем-то морковку. Да, но более ароматная. Более ароматная. Да, она как будто с духами какими-то, с парфюмом. Ну действительно, у петрушки есть еще вот этот вот как раз верхний слой. Да. Вот если мы его берем, вот это как раз кора. Кора. Что в коре у нас? А здесь как раз белая мякоть. Как правило, что у нас содержится в коре? Так как петрушка, смотрите, погружена в землю, соприкасается с землей, а в земле мы знаем, там, он говорит, и различные микробы, и различные грибки. Да, товарищи, которые нам совсем не товарищи. Да. И эти все товарищи, что они норовят делать? Они норовят любое, что попадает в землю, съесть. Вот. И петрушка вот этим вот запахом, оказывается, она отбивает, она защищается от грибков, от бактерий, и особенная мощная защита оказывается в коре. В коре, да. И в коре больше всего микроэлементов, потому что в мякоти их гораздо меньше. Поэтому, если вы хотите иметь мощный мочегонный эффект, кстати, петрушка за счет своих эфирных масел и способствует тому, что дробит все в организме. То есть попадает. Камушки, песочек. Разные камушки, песочек, особенно вот когда она в круг всасывается, идет, промывается через почки, значит вот эта вот ароматная жидкость, то бишь круг, начинает делать свое дело. Своим ароматом дробит разные там отложения в песочек. Вот. Кора. Кора действует еще более сильнее. За счет своих вот этих вот микроэлементов, потому что микроэлементов здесь несколько раз больше. Она способствует тому, что и очищает нас лучше. То есть после того, как мы используем, допустим, ну сок, салат, или же просто-напросто берем кору, ни в коем случае не выбрасываем. Мы эту кору собираем, высушиваем. Потом отвариваем. Можно в суп, можно пить. Прекрасное средство для очищения организма, для растворения разного рода солей и выведения их из организма. Но опять-таки, использовать их надо постепенно. То есть петрушечку. Почему? За счет сильного, мощного, очищающего действия. Сразу как прослабить. Поэтому, если вот говорят так, сок, белый сок петрушечки, ему больше чайной ложечки не рекомендуется, чтобы вас сильно не прослабило. Уже столовая ложка – это очень большая доза. А если полстакана, это уже я не знаю, что с вами может быть. А если сок из коры, корня петрушки, так там вообще капелька. Но это я шучу. Просто мне, знаете, что понравилось для того, чтобы я сама себе запомнила на всю оставшуюся жизнь. Образ пограничника. Получается, что это кора, это пограничники. На границе ветер ходит хмуро, край суровый. И еще важно отметить, что растение, любое растение, как растущее на поверхности земли, так и особенно в зиме, уже сказал, защищается. Вот этот вот сок, который там находится, он уже содержит биологически активные вещества, подавляющие жизнедеятельность различных микробов. Поэтому, если у нас вдруг что-то имеется, там жабурчало в животе, имеется какое-то расстройство, можно сока петрушки, можно выпить отвара петрушки и будет прекрасно действовать. И, кстати, о растворяющих свойствах сока петрушки говорят, такое народное средство, как веснушки сводят с помощью сока петрушки. Да ладно? Растворяют. 31 июля. День Емелиана. Назвен честной данностью святого мученика Емелиана. Было поднято жестокое гонение на христиан. По всему царству римскому было разослано приказание, чтобы христиане без милосердия отдавались на разные муки и жестокую смерть. Емелиан вошел в языческий храм и все там разбил и ушел. Язычники пришли в ужас и схватили безвинного, жестоко стали избивать. Видев все это, Емелиан признался, чтобы из-за него не убили невинного. Сегодня уже было заметно, что дни стали намного короче, а ночью уже прохладно. С этого времени начиналась заготовка на зиму, поскольку было большое количество фруктов, ягод, овощей. К этому времени оканчивалась жатва. Серпы выкладывали в форме круга на сжатой полосе, приглашали священника, чтобы отслужил молебень и осветил инструменты. Серпы уносили домой и хранили до следующего года. После нескольких недель напряженного труда лучшим отдыхом считали баню. Сегодня парились с вениками, сделанными из ржаной соломы, трав и полевых цветов. Саму баню входили с поклоном, чтобы задобрить банного духа. Так народ избавлялся от усталости, накопившейся во время жатвы. Приметы. Сегодняшний жаркий день предвещает холод в декабре. Если листья березы к сегодняшнему дню пожелтели, начиная с макушки, осень будет ранней. Еловые шишки находятся только на верхушках деревьев. Морозы будут не раньше января. В этот день подводили итог наблюдением за погодой в течение всего июля месяц. Что ж получается? Вещь полезная раз, а есть ее надо очень умеренно. Вот что касается кулинарии, когда мы в бульоны добавляем всякие коренья, ну тут конечно действительно надо запомнить и просто брать у знакомых с дачи или на рынке, потому что действительно очень вкусный всегда ароматный этот бульон. А сока мало надо пить. Так его что-то с чем-то смешать надо? С чем он сочетается? Для того, чтобы использовать сок корня петрушки, кстати, из зелени сок давится довольно таки плохо. Лучше всего вот такие вот сокровожималки давят с помощью центрифуги сок из корней. Поэтому его просто-напросто берем не более 30 граммов и смешиваем с соком морковки. Вот с соком морковки он идеально смешивается, только естественно морковки надо раз в 5 больше и пьется. И сейчас мы с тобой сделаем такой сок и выпьем, чтобы ты убедилась. А как же он лет? Кстати, свежий сок петрушки обладает свойствами, способствующими кислородному обмену в организме и поддержанию здорового состояния почечников и щитовидной железы. Видишь, какие там еще вещества? Это очень важно. Кислородный обмен – это наша молодость, здоровье и иммунитет. Это жизненная сила. Если кислородный обмен у нас слабенький, то что делается? Естественно, организм становится чахлый. Вялый, усталость и хочется все время спать. Более того, комплекс различных микроэлементов, которые входят в петрушечку, в его корень, способствует тому, что укрепляет кровеносные сосуды, стенки укрепляет. Да! Кстати, и особенно, знаешь, как есть кровеносные сосуды, можно так сказать, это артерии, это вены и капилляры. Так вот, капилляры имеют артериальный конец, имеют венозный конец, и сок петрушки как раз укрепляет артериальный конец, что особенно верно. Это получается, что те, у кого часто бывают синяки, скорее всего, имеют капилляры, которые требуют сока из корня петрушки. Да, и витамин ПП как раз их укрепляет, который здесь содержится. Но мы будем делать с корой, правильно? То есть мы не чистим ни морковь, ни корень петрушки, потому что все микроэлементы полезные в коре, мы их с помощью центрифуги переработаем сок. Да, и поэтому возьмем, смотри, сколько мы, мы возьмем немножко, вот столько, взяли, так, и возьмем морковки вот на эту часть, вот столько морковь. Хорошо. И тогда это будет все нормально. И сделаем сок, и выпьем с тобой. Сейчас, конечно, мы сделаем. Это очень радует. И выскажем свое мнение. Хорошо. Моток от линта, первым давим сок. Будьте здоровы! Спасибо. Первым давим сок. Петрушки. По-моему, совсем чуть-чуть мало. Хорошо. Подрежем больше. Угу. Пошло дело. Опа, пошло. Опа. Здесь, Танюша, важно понимать, что корни должны быть неподвялые. Если они подвялые, у них содержится мало влаги, и они, ну, давятся, как вот сейчас у нас не совсем хорошо. Но, тем не менее, они давятся. Стаканчики, вот, смотрите, прозрачные. Прозрачные стаканчики, и мы наливаем. Опа. Прямо как бармен. Да-да-да-да-да-да-да. Кстати, вот когда наливаешь так, энергия от высокого переливания, ну, в смысле, кинетическая, переходит в воду и делается более энергетическим напиток. Ясно. Это больше важно понимать. Так. И возникает у меня самый главный вопрос, потому что морковные соки-то в нашей стране уже, ну, я так понимаю, люди попивают, и все как один попивают с капелькой масла. Никаких капельек масла не надо, я считаю, что это большое заблуждение для того, чтобы просто-напросто еще к морковному соку нам продать какое-то масло, сливки и так далее. Я надеюсь, ты не в положении? Нет. Все. А почему вы надеетесь? Может быть, наоборот, я надеюсь, ты в положении. Так. Ну, морковь, во-первых, слышится, конечно. Ну-ка, давай. Ты выскажешь свое мнение. В отличие от морковного сока, этот очень ароматный. Очень ароматный. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok